Начинаем мы по традиции с приветствия. Я напоминаю нашим ведущим, что каждый раз я пишу для них сценарий. Вот это сценарий? Я не ведущий. Это сценарий прям? Ну что, можем начинать, Владимир? Ладно, Володя, раз ты писал, раз ты писал, ты выбросил. Да, сразу же. Мы выбрасываем сценарий. Как всегда с нами Владимир Носов, Глеб Ушаков, Владимир Остапчук и давайте представим под аплодисменты нашего гостя. Сегодня, ребятки, подожди хлопать, что ты начал. Проплаченный сидят. А он мне сказал, что отобьет пятихатку, это очень быстро, послушай. Ребят, смотрите, у нас там есть пару сделочек, смотрите, вы как бы за вход заплатите, чтобы меня поддержать, а потом за один вечер отобьемся. Как говорит Трушковский, я всех учу. Если ты потратил пятихатку, нужно ее до конца вечера отбить. Поэтому ждите там в привате, придет прогноз на линк, там будет короткий шорт. Короче, знаешь, есть такой психологический тест, что все комментарии всегда заканчиваются, если ты начнешь сраться в комментариях, всегда заканчиваются и всецелым злом. Это Гитлер, для нас это Трушковский. То есть любое шоу, каждый раз мы начинаем и все равно скатываемся к Трушковскому. Но сегодня не он в гостях. У нас кофаундер ДаблТап, топ-1 инфлуенсер в СНГ по версии, мать его, Бинанс, Александр Гнатенко. Да! Кстати, локация рассказывает об увлечениях Александра до крипты и как бы намекает на то, что лучше бы он с этим и остался, а в крипту не шел. Нет, то есть это такой некий, некоторый бэкграунд, с которым он пришел в серьезное занятие. А думаю, что не серьезное было? А был какой-то конкурс? Был какой-то конкурс. 9 лет. Почему ты так разговариваешь? Хоть и был какой-то конкурс. И я его выиграв. Саша, расскажи, как ты добрался, как тебе вообще? Я в восторге, во-первых, с организацией «Гагарин шоу». Я думаю, что я еще никогда не был на таких серьезных передачах, где 17 камер приблизительно. У меня в аэропорту я летал, собственно говоря, по Украине. Киев, Харьков летел на самолете, потому что пацаны проплатили по-братски. Спасибо каждому. Никогда не летал на внутренних рейсах. Во-вторых, Тесла. Это тоже. В Эмиратах не катался на Теслах, тут покатался. И в третьих, отель, в котором мне люди пишут, братан, ну это уже, блин, богатая жизнь. Саша, Алена, уже на шашлыках поняла, почему она не скидывалась. Да, я сошла. Это было заготовочное отлично. Кстати, у нас для тебя есть еще один подарок. На самом деле, это уже легендарная кружка. Сейчас, подожди. Мы сейчас ее тебе вручим. Но это первый случай, когда мы его не растягивали. Просто как было, Санька, мы тебе. Давайте под аплодисменты. Это легендарная кружка. Ты этим лицом сделал Х2, Сань. А по камерам Х3. Давайте сразу маленький интерактив. К нам приходил Андрей. Мы как бы в том числе оцениваем не только твои знания и бизнесовые навыки, но и твою красоту. Ребят, как вы считаете, мужчины... А у нас есть в зале девочки, Люба? Там еще пару девчонок, надеюсь. Кто красивее, Тружковский или я? Да. Надеюсь, Тружковский. Он говорит, что он очень красивый. Сань, мне кажется, что ты. Да ну не. Кто считает, что Саня красивее, чем Тружковский? Аплодисменты! Смотри, видишь, аудитория большая, но не вся активная у тебя. Кто считает, что Саня уродливее, чем Тружковский? Ну да. Это Тружковский, блядь. Андрей! А у меня был один. Один чувак просто. Фантомас такой. Не, не, застезание у Тружковского. Так, надо послать одного человека. Кто выделит бюджет? Я не знаю, что это такое. Ты можешь наконец-таки начать отделять зерна от плевел. А что вот это второе? Ребятки, у нас есть факты в «Гагарин шоу», где мы рассказываем, гость может прокомментировать некоторые факты из твоей жизни. Все это мы брали из каких-то публичных источников. Ну и, конечно же, у нас традиционный вопрос. Первый ладошки, Саня. Да? Традиционный вопрос. Нет, еще пока нет. Ну окей. Традиционный вопрос. Саш, ты что-то хоть немного знаешь о крипте? Ну я считаю себя... Это что было сейчас? Ну, это забавный вопрос, учитывая, что тебя позвали как эксперта по крипте, разве нет? Тебя позвали как эксперта? Серьезно? Да, я уверен. Даже, более того, как эксперта. Эксперта. Так, хорошо. Профессиональный покерист. Да, было такое. Купил крипту за деньги, который выиграл в покере. А что ты играл? Холдэ мамашку крутил. Я играл и холдэ мамашку. Китайский, может быть. В целом, для тех, кто не знает, аудитория очень большая у Гагарин Шоу. Я 9 лет играл профессионально в покер. В 2011 году я был номер один в Украине по онлайн-покеру. У меня полтора миллиона призовых в онлайне плюс оффлайне. В Лас-Вегас я летал 7 миллионов раз. У нас был долларов или гривен? У нас был в гостях Евгений Качао. Да, он поднарядник, конечно, меня, безусловно. Ну так что ты тогда в *** сидишь, я не понимал. Я был номер один. Я был номер один. Нет, нет, я в интернете был. Поехали с своей мамой. Мама меня очень хвалила вообще. Я 7 раз летал во сне в Вегас. Ваши гривен или долларов? Полтора миллиона долларов. Но призовые это вообще не относится к тому, сколько я заработал. Я заработал полторы тысячи долларов. Мне кажется, разговор сводится к марже. Не-не-не, там, видимо, как это называется, когда у тебя покупают долю. Доли. Есть такой долик. Иногда меня там спонсировали, условно говоря. Когда тот же в Вегас летал, часто спонсировали. Потому что это большие затраты. Поездка в Вегас со всеми турнирами в тот момент становила около 50 тысяч долларов. 50, да, это классика. Сам я не мог такое потянуть, потому что для этого нужен был депозит. Ну, банкролл он в покере называется. Типа в районе там, ну, 500, там, может даже 700 тысяч. У меня такого не было. Я, соответственно, продавал часть доли. Где было подвезов в Манивео, да, никаких? Не, никаких вообще подвезов в Манивео не было. А прикинь, поехать играть в покер за бабки с Манивео. Такие были. Ты проиграл до вылетов просто. Нет, ты не вернулся и остался там, все. The gate is closed. Мы с Сашей летели в самолете, просто так получилось. И нам кто-то заказывал вместе рядом билеты. И Саша рассказывал очень слезливую историю. Я надеюсь, я сейчас наложу какую-то музыку. И я ему говорю, почему ты начал играть? Он говорит, ты знаешь, у меня была очень запакованная девушка, когда я жил в Донецке. Какая? Саша из Донецка. Запакованная. Ну, родители. Мажорка. Запакованная. Это не девушка, подруга. Я из дома, они у нас запакованные и обрезанные. Итак, у меня была, типа, девушка, и я каждый раз, когда приходил с ней на какой-то ужин, или она меня приглашала, у меня было 8 гривен в кармане. И я начал играть в покер для того, чтобы осуществить свою мечту. Я хотел купить... Роллы. Роллы. Маки такие, знаете, с лососем. А, я думал, а пойти на стройки по... Я работал грузчиком, как бы деньги, дорогие. Просто, смотри, пошел, отработал, купил роллы. Блин, ну это прикольная мысль, на самом деле. Не, ну смотри, с точки зрения американского стори-тейлинга, это прикольно. Да. Он хотел пойти, чтобы... Купить роллы и ройсты. Ростить роллами для роллы и ройсты на руке. Он оббивал пороги ресторанов. Порой ему приходилось глотать слюни огромными комками. Но он так и не позволил себе купить роллы. Мысль о том, чтобы пойти работать на стройку, очень сильно отталкивала, потому что его белые руки не были готовы к такому труду. Кинокомпания «Миромакс» и «Соня Питчерс» представляют. «История одного покериста». Которому все покер. Полтора ляма, да? Да, полтора ляма. Призовых выиграл меньше сильно. С профита я получил профит. А что ты тогда козыряешь полтора миллиона, если ты их не получишь? Ну так все говорят. Это ничего нормального. Это призовые. Во всех интервью всегда все громкие цифры говорят призовые. У меня член 30 сантиметров, но вообще 9. А это за 9 лет или за 3 лет? Я сейчас скачал его задним числом. Он говорит, что у него призовых 11 или 16 миллионов. Но все в том, что у него взносов 5. Понял? Да. И соответственно, у него уже... Сальдо 6. Сальдо уже 6. Плюс вычет расходы на приезды, на кокаин и вот это все. И сколько же остается по приезду домой? Ну вот у меня на самом деле, я думаю, с этих полтора ляма я чистого профита забрал, дай бог, чтобы 500 тысяч. Профит такой, что хочется вернуться и открыть какие-то курсы по крипте, правильно? По покеру. Не, серьезно, а почему? Ну вот, ну как бы это тоже неплохие деньги. Ты вроде бы как неплохо зарабатывал и вот прям перешел. Это все максимально просто, потому что я всегда говорю, что у меня хэштеги «Задроты побеждают». И в покере была максимально вот эта молодежь, которая наступала на пятки. Я понимал, что я в 30 не вытянул против 20-летних, которые ноу-лайферы. 14 часов в день работают. Ну типа там же надо не просто играть в карты, еще анализировать огромные массивы информации. Учить, боже мой, ну там матчасть очень большая. Но шансы банка, ну все понятно, да? Симпл-димпл. Симпл-димпл. Шансы банка это самое простое. Ну я... Да, да. В общем математика в покере очень большая. И мне казалось, что я не вывезу. Особенно если потом еще семья, какая-то дети. Мне казалось жить покеристом, вот жизнь всю, это нереально. Я поэтому искал альтернативы. У меня даже был тревел-блог, чтобы вы понимали. Извини, офлайн-онлайн или только офлайн? В начале играл только онлайн, вообще офлайн, ездил по сути дела только на ФСОП, еще на серии там в Барселоне мне нравилось и на Кипре. То есть на самом деле есть там... Смотри, ЕПТ, European Poker Tour. ФСОП. Какие-то доли заходили. Ладно, вон в недвижимость. Я на самом деле рихтовался до того, как это еще стало модно. Я хочу сказать, что турнирный покер это очень тяжелая штука. С первыми призовыми ты нашел ту малую, которую суши надо было накормить? Да, блин, кстати, я... Да, ну короче, я суши накормил, естественно. Нашел пару других одновременно. И рыбку съесть, и... Не-не-не, нашел других и прислал ей видео, как он других кормит. Это точно суши? Да ты бери, бери. Смотри. А в итоге ты, значит, вот это прозанимался, понял, что финита аля комедия и пошел в крипту или нет? Мне же говорили про биткоин. Как раз в Лас-Вегасе я стоял, типа на 40-м этаже. Извини, какой год? В 2014-м мне говорят, типа, Саня, это есть реальный человек, он тоже в крипту тогда очень плотно залез, и говорит, Саня, займись. Санько, ну купе биткоина, а? Короче, он меня не убедил, я такой подзабил. Потом вот в 17-м году я читаю на форуме, и там начинается вот эта история о том, что вообще в тот момент было так сложно завести, что я покупал битки на Кракене через Сепа-Перевод, то есть я с европейского своего счета, который вот в хоккере вы... А Сепа уже существовала? Ну, у меня был латвийский банк, открыт счет, латвийский банк, переводил вот это на Кракен и USDT, потом за них купил биткоин, и я такой думаю, блин... Было такое число было, какое число, помнишь? Что ты за трейдер такой, что ты не помнишь время ордера? Все понятно, все понятно, все понятно, все понятно, все понятно. И вот я, короче, я такой думаю, мы будем туда с покера деньги у нас складывать, и дай бог брошу эти карты, они меня уже утомили. Тихо не бейте, да? Понял. И этот, и в один момент, я, короче, был момент, я катаю на Катране, вы знаете, что это такое? Катран, это подпольный покер-клуб. Это маленькая акула такая, Катранчик. Не-не-не, подпольный покер-клуб, где вот в любой момент вот эти мусора приходят. Я играю, и короче... Подожди, менты вас накрыли? Не, нас тогда не накрыли, но что в том, что он проиграл деньги, говорит, можно сейчас у кого-то доллары куплю за битки? Я говорю, давай. Куриные? Да, за битки куриные, доллары. Шутки за 200, Володя, откуда тебе? Это от Глеба. Я понял. И я смотрю, что дальше происходит, начинается мой депозит в крипте расти, я еще попадаю в закрытое сообщество. Может быть, знаете, cp0x, cpox.com, это форум такой. Меня притягивает закрытое сообщество, типа там, покеристов, и мы начинаем это разбирать, разбирать, и я такой такой, сиоху, банкор я захожу, статус, был такой мессенджер, по-моему, насколько я помню. И я такой, типа, вау, это история интересная, а люди мне рассказывают, как они иксуют, я говорю, какие нахер карты, там таких доходов нету. И я начинаю углубляться, углубляться, и полностью уходит покер из моей жизни, я уже начинаю фулл-тайм, и, во-первых, можно наконец-то спать. Проблема была покера, что я ночью не спал, я ложился в 6 утра, вставал в 2 часа дня, и садился за компьютер в 8 часов вечера. И так было 9 лет, с изменениями на нервные срывы, то есть... Какие там суши? А поваром когда ты работал? Поваром я работал свои 10 лет. А вот сейчас сколько лет? Нет, сейчас, мне... 47. А про повар это, а ты дал же шутку эту? Поваром я работал, это ирония, это, типа, то, с чего начался мой стендап. Короче, я работал 10 лет поваром. Два стендапера, ты куда же? Это если много. Я только что, про что-то про... Подожди. Ты работал поваром или нет? Повар, это шутка. Это шутка. Про стендап, ты стендапер. Я очень хочу ставить, вот, мне нужен новый ментор по стендаперу. Почему ты меня взял за рубль? Я даже был ближе. Очень важный момент. Ты в крипте изначально разбирался сам, вот изучал... Вот в семнадцатом году как-то? Да, да. Я вообще задрот, я вот задрот максимально. Я как увидел, я такой, блин, да тут жесть. Я книжку сразу какую-то прочитал, я говорю, блин, как будто это может звучать здраво. О, твоя часть. То есть, получается, ты определил, как бы, да, что это тебе интересно, и пошел туда изучать сам. Потом увидел боль, в рамках которой ты подумал, ну, как бы, ну, люди же не такие дотошные, как я. Наверное, им будет проще, как курочка по зернышку все разложить. Если что, у меня курсов нет, если ты уже к этому ведешь. Ну, я потихонечку подвожу. Потому что, может быть, пора открывать? Нет. Тебе же уже 32, как бы, не за горами аденома просто ты. Аденома просто ты операция. У меня 10 пальцев, еще утром был один. Я сделал их с 10. Я просыпаюсь каждое утро, генерирую 2 литра воды. Слушай, не, на самом деле, единственное, что меня удивило во всей этой истории, это то, что ты говоришь, что когда ты вошел в рынок, ты начал спать по ночам. Ты совладал с собой. Ты как бы предположил, что ты будешь покупать просто в долгу, и вообще, похуй, пусть валяется, да? Да там вообще, вот эта вся история, когда рассказывают... Ну, то есть, дневка закрывается в 3 часа ночи, как бы, ну, как ты думаешь? Я в тот момент не торговал никакие фьючи, тогда фьючи не было. Я слово фьючи не говорил. Ну, типа, ну, вот я говорил, видишь, и... Я сказал, дневка... Чувак сам себя просто... Давайте я лучше яму сам выкопаю, окей, и просто... Я сказал, дневка закрывается, больше ничего не говорил. Я в этом плане просто, вот, когда я только зашел, я попал в какой-то комьюнити. Там, как бы, мы общались, мы инвестируем, там, в ICOшки, просто держим, там, эфир, дэш. Я тогда был фанатом, прям, дэша почему-то, это отдельная история. То есть, ты не разбирался в устройстве рынка, да, в том, каким образом... Ты знаешь, почему фондовый рынок работает не так, как криптовалютный? Потому что закрытие сессии для трейдера очень важный, очень важный поинт. Я не вникал, у меня не было вот этого фундамента, у меня изначально не было фондового рынка. Я просто пришел такой, криптой торгую, холдим, оно растет. А потом я сразу же, после холда, перешел в ICO. У меня не было никакой USDT, чтобы ты понимал, я никогда не торговал биток эфир к паре USDT. Это уже потом все пришло. Когда появились плечи, когда появилась маржиналка, я такой, типа, вау, еще и такое есть. А изначально мы просто вот держал биток эфир. Маржиналка в тот момент была, причем очень сильная на битфине. Была, но у нас в том комьюнити, где я был, она не была развита. Никто, типа, не думал, что надо вот это с плечом все делать. И опять же, вот я сейчас... Вот такая, хоп, хейлала и компания была. 20 иксов за вечер. А я знаю одного парня, у которого 50 иксов. Это друг маминой подруги. Нет, слушай, на битрексе реально тогда были плечи, ты уверен сейчас в этом? Я сказал не битрекс, а битфин. На битфине были плечи, да, один из сильнейших маржинальных терминалов в мире. Я к тому в плечи пришел приблизительно в 2018 году, когда ЕОС ланговал. Когда у нас был ЕОС головного мозга, у комьюнити. Я сразу всегда во всех этих историях, я вот всем советую, если вы делаете подобные штуки, всегда собирайтесь в какое-то комьюнити. Это крайне важно, потому что... И делайте парады. Подожди, подожди, Саня, что делать? Комьюнити. Какой-нибудь и потом делайте парады. И кит такой просыпается, что мы встанем и пойдем шортить. Это СКАУ! Это Спарта. ЗИСИЛЬ ПАРТ. Я, сука, мне вот это объединение в группы напомнило 2017 год. Когда собирались вот эти чатики. И сегодня в 11 часов мы все пойдем покупать одну монету. Берем ЕОС, все, значит, хомяки врываются, на все 800 гривен покупают, а он им продает лимитным ордером, который стоится вчера вечером. Сегодня вечер избираемость на Майдане, присубиматы. Ребят, лучше всего собираться в группы, чтобы у вас было стричь удобнее. Не, на самом деле, то, что сейчас говорит Вова, это полный просто рофл. Ну, вот я тебе без шуток. А кто такой рофл? Это вот Вован стиль повествования. Это рофл. Я без прикола. Смотри, я тебе объясню. Я старый. Это сыр. Смайл, смеющийся. Это что-то на молодежном, короче. Ну, да, давай. Комьюнити, просто если мы сидим в десятером думаем, что купить, не в момент, как ты говоришь, пам-группы, это, конечно, скам очевидный. Мы сидим, анализируем проекты, в десятером мы проанализировали 10 проектов, каждый принесли. Я говорю, это говно, это говно, а вот этот прикольный. И один человек говорит, прикольный, мы в десятером уже его анализируем и принимаем решение, что туда надо нанести. А ты сам в соло сидишь, и тебе надо 10 проектов проанализировать. На хуй? Играет. На хуй? А вы вот в десятером сидите, один там, Борщаговка, Северная Солтовка, пару человек из суммы. Важнее же ЕПО, да. Звучит как Северная Корея. Смотри, вы как бы в 10 лет сидите, анализируете эти альты, а как вы их анализируете? Вы заходите в Google, где вы собираете информацию? Ну, слушай, ну, Twitter, анализируешь компанию, просто на сайт заходишь, в соцсети пишешь. Ты будешь просто, на самом деле это все максимально просто, если брать альты, которые небольшой капитализации, я тоже всем советую. Просто в тупую можете писать фаундерам, администраторам, потому что там зачастую не такая большая, если брать монеты с капитализацией до 50 миллионов, то вы можете просто людям писать и говорить, а что у вас планируется, что у вас по родмаху, если что-то удастся вытащить, или вы поймете, что-то, а-а-а, что-то, я думаю. Нет, я просто чуть-чуть ору про себя, но слушайте. Я не знаю, что ору, это точно работает, ну, даже не обсуждается. Вы собираете информацию, информацию поверхностную. Конечно. На основании поверхностной информации, ну, это же поверхностная информация. Нет, сначала, а глубокая информация, это какая? В глубокая информация, это когда у тебя сидит рядом разработчик этого проекта, ты держишь его за яйцо и говоришь ему, ну, так будет дальше, у вас второй протокол или нет? Он тебе говорит, будет. Все, ты говоришь, пацаны, вкладываемся, протокол будет. А то, что ты в гугле пособирал и написал фаундеру, который, как правило, в этих стартапах, это просто говорящая голова. Ты не знал? Я более... Что ты читаешь в твиттере, скажи мне, выдержки из white paper проекта? Нет, ну, что ты дальше читаешь? Ты читаешь комьюнити, а, вот эти накрученные телеграм-каналы, в которых 150 тысяч человек со стартапах, то где ты черпаешь информацию? Я тебе объясняю, это все в интернете, в открытом доступе. Так вот это все полова, ты понимаешь? Ничего это не полова. Ты мне рассказываешь человеку, который эти проекты разбирает до глубины души, который их изучает юридически, который понимает, как работают эти фаундеры, откуда они. Я тоже это понимаю. Человек, который коммуницирует с си-левелом всех крупнейших бирж этой земли, ты рассказываешь, а я не понимаю. Я тебе рассказываю, теперь слушай меня, мой драгоценный. Все, что ты видишь в этой за... сраной, которая называется интернет, это чистая полова, потому что вся эта информация сделана для того, чтобы вас затащить в рынок, ни больше, ни меньше. А информация, которая действительно чего-то стоит, это инсайдерская информация. И ты хоть 150 человек посадишь собирать информацию, вы хуй что получите. Вот это разные вещи. Поэтому, соответственно, давай так говорить. Вы собираете не информацию, вы собираете поверхностные какие-то данные об этом проекте, на основании этого в десятером 10 неквалифицированных инвесторов принимаете решение на тему того, стоит это прикупить или нет. То есть, соответственно, пытаетесь некоторым образом отделить зерна от плевел и среди супер говна найти наименьшее говно. Ну, правильно же, Илья? Ну, ты же так все утрируешь очень сильно, но по факту, вовсе все максимально... Я думал, что ты знаешь, что такое плевел, и я от души хочу сделать тебе комплимент. Фу, кстати, можно на тему? Да, я, если честно, сам хочу сделать ему комплимент. Ужал, мне сейчас, я уже сказал, что это про плевел, да. Аплодисменты нашему гостю, потому что это самый разговорчивый гость за всю историю шоу, и узнать, что такое плевел. Это все ерунда! Ежи, ежи! Ежи, ежи! Если я сейчас скажу, рофл, это не в тему будет? Я сейчас, рофл, да? Но я не знал, что такое рофл, ну что... Рофл – это шутка! Ты поржал! Я понял! Что такое кет? Тихо вообще! Я с тобой абсолютно не согласен, просто ты, видимо, ну окей, ты смотришь со стороны инсайдера. У тебя, может быть, там ликвидность такая огромная. Но лично для меня этой информации хватает, чтобы заходить. Вообще все играет как? Мы должны опередить рынок. Я знаю, что рынок будет заходить, например, в, условно говоря, биржу Bybit, когда они запускают лаунчпад. Они запускают первый лаунчпад, и новость отыграла на 5%. Я знаю предыдущие паттерны, я знаю, как это происходило на других биржах, насколько идет памп в среднем, учитывая, ну, когда происходит лаунчпад запуска. Я понимаю, что изи покупаем токен Bybit перед этим лаунчпадом. Скорее всего, первый выйдет на их сах, чтобы максимально промо заявить. Это не так много денег, маркетмейкер всегда подключен в этом плане, потому что биржа своя карманная, токен, ну и так далее. И мы просто опережаем других людей. Можно спросить у тебя сразу этот вопрос? А у тебя в параллеле, в моменте захода в такие монеты, какой процент депо может находиться в сделке? На самом деле, не так давно было 75% у меня в альте. Ну, то есть, альта — это эфир является у меня. Эфир и только дот. И, естественно, есть более высокорисковые активы. Условно говоря, зависит от того, насколько я верю в эту ситуацию. Если я верю, смотри, есть вещи некоторые, фундаментальные. Сами, я смотрю. Инвестируешь в долгую, да, и ты ждешь, пока это произойдет. А что такое в долгую для тебя? Ну, типа, условно говоря, я в полку дот, я кустам инвестировал. Нет, не условно. А что такое конкретно для тебя в долгую? Если брать фундаментальные проекты, то это в год. Горизонт инвестирования более двух лет — это только если ты на сидраунте заходишь в ICO. Про ICO, кстати, тоже отдельная история. Вот ты говоришь, вы что там разбираетесь, да? Давай мне назови 10 ICO, я разберу, я скажу, какая стрельня, а ты будешь сидеть у фаундера узнавать. Александр не взаимодействует. Понял. Я не понял, что ты будешь делать, подожди. Я говорю, 10 проектов ICO, у них же у всех разные метрики, разные фонды туда инвестируют, разные люди за этим следят, разные, соответственно, лидеры мнения, те же вот эти инфлюенсеры, да, как называемые, они их будут продвигать, их будут продвигать фонды. Фонды, есть тоже методы продвижения. Давай стоп, давай, знаешь, чтобы я просто, ты меня сейчас загружаешь всей этой дичью. Это не дичь, это вообще информация, о которой люди зарабатывают деньги. Ты просто на другом зарабатываешь, и сейчас высмеиваешь меня. Я понимаю, как на этом люди зарабатывают. Я знаю всех этих фаундеров проектов, я с ними коммуницирую, понимаю, как они раздевают толпу, понимаю, как работает маркетмейкер внутри этих пар, понимаю, как они... Ты все понимаешь, а я на этом зарабатываю. Как они, ну, давай не будем, не смеши меня. Смотри. Извини, пожалуйста, ты очень хорошо рассказываешь. Давай не будем забывать о том, что, как бы, да, там, ну, как бы мы с разных сторон смотрим на рынок. Но где люди зарабатывают, а где теряют, я понимаю. То, что у тебя получается изредка выдернуть из рынка какую-то копейку, это окей, это хорошо. Вопрос просто в том, что я хочу задать тебе прямой вопрос. Вот смотри, вот сколько в реальном объеме денег может у тебя находиться в сделке в одном шитке? Не более 10%. Денег конкретно сколько? Конкретно сумму? Вот сумму, сколько ты можешь себе позволить положить в шиток? В деньгах. Ты сейчас меня, получается, подводишь в тему какого-то депозита? Не-не-не, смотри, не подвожу, смотри, у тебя же может быть в каком-то 1%, в каком-то 0,5%, в каком-то 10%. Ну вот плюс-минус в среднем, без процентов, а вот конкретно в деньгах, сколько ты можешь положить в шиток? Ты подводишь размер моего депозита. Сколько денег, оттуда идет этот вопрос. Мне-то в обрабану, сколько у тебя объем депозита. Сколько ты можешь в шиток положить? Давай, тогда сейчас определимся сначала, что такое шиток. Да, я тоже хочу спросить. Ну нет. А, то есть в топ-100 у нас есть шитки? Ну нет, то все, что выше, наверное, там 70, я вообще даже обсуждать не хочу. Но давай так. Ниже 70? Ну, точнее, ниже 70, да. Вот это шиток. Да, да, да. Но и в топ-30 есть шитки. Ну да, я говорю, я карданы, грибов каждый день. Низка парафиню. Давай так, по объему торгов не получится. Ты типа спрашиваешь, хватит для этого монета ликвидности? Нет, он хочет тебе задать какой-то вопрос без того, чтобы ты ответил. Да, я просто хочу, не по барабану, какой у тебя депозит, я просто хочу понять, сколько ты можешь вложить в говно. Так это все сложно над депозитом. Если у меня будут депозиты, условно говоря, там 10 миллионов, значит я могу. Нет, без разницы, но без разницы. Почему? Потому что с одной стороны я с тобой согласен. Он про объем торгов. Ликвидность, естественно. Процент от депозита, это я с тобой согласен. Что такое ликвидность, ты не можешь знать, потому что ты сидишь по другую сторону монитора. Слушай, АММ есть, есть АММ, вот ваши цексы, вас сейчас вытесняют дексы. Есть АММ, там я могу про ликвидность заявлять прямой цексы. Кто тебе сказал, что дексы вычислили? Ну хорошо, они откусили большой кусок рынка. Это тебе кто сказал? Это я тебе говорю. А если я тебе скажу, что один и тот же маркетмейкер внутри одной и той же пары прогоняет сам с собой объем и зарабатывает на этом 0,3%, которые берутся с этого пула ликвидности. Тебе это не скажет случайно о том, что я сам нагоняю волью торговой на этой паре и, соответственно, на этой платформе? А если у меня таких маркетмейкеров 10 в 10 парах, то, соответственно, я просто сам с собой поторговал, а ты, будучи верующим в святую неприкосновенность Декса, посмотрел статистику на CoinMarketCap, куда я занес предусмотрительно 50 тысяч долларов, чтобы меня туда залистили поскорее. Вот, и пошел ко мне торговать в мои прекрасные сети. Я тебе скажу, что это софистика, чистая подмена понятий, потому что вопрос был про ликвидность. Ликвидность, и что такое ликвидность? Когда мы на АММе, на Панкейке или на Винсвапе смотрим, вот я, на самом деле, хочу купить какую-то монету на 10 тысяч долларов, да? И 10 тысяч долларов идет слипать, ну... Мы с тобой начали, во-первых, про секса говорить, но если ты переключился на декса... Я тебе сказал так, говорю, я могу сказать, какая ликвидность. Естественно, вот у меня недавно был фейл, на самом деле, Impossible Finance, я порекомендовал даже людям, короче, ну никак, и не я порекомендовал, а там команда. Возникла такая ситуация, что я взял на 10 тысяч долларов ее, и это уже двинуло на 2,5 процента. И мне человек говорит, а что, ну, типа, ты не сказал никому? Я говорю, мне кажется, что это, типа, нельзя говорить в паблику, в публику. Потому что аудитория закупит за мной, а это сильно двинет в стакан, и это и произошло потом. Но вот это является ликвидностью. Если я вижу, что там ликвидности много, вот я, например, не рассматриваю, ну, то есть я как лидер мнений, да? Опять же, я что-то говорю, люди за мной часто могут покупать. И я как лидер мнений... Ты понимаешь, что внутри пары работает маркетмейкер, который может увести ликвидность в момент? Ну, давай, все-таки, во-первых, если АММ, то, что ты ковер дернуть могут, ну, естественно, могут дернуть ковер. Если ты про это... Ну, конечно, и ты в пустоту разгрузишься. Не, ну, давай так, ты сейчас говоришь о каких-то шитках, скажем так, не особо, ну, которые новые появились. Я про это и хотел с тобой поговорить. У меня дергали ковер, у меня... Да, ну, так вот вопрос, сколько денег ты можешь себе позволить? Ну, 50 тысяч можешь позволить? В какой... В один шиток? Могу, могу. 50-100 тысяч можешь позволить? Ну, подожди, 50-100 тысяч, опять же, мы до сих пор не облигаемся с понятием, что такое шиток. Капитализация продукта? Забудь про капитализацию. А почему? Потому что... Потому что это искусственная единица нарисованная. Да, я понял, да, искусственная единица. Да. Окей, ну, да, ликвидность смотрим или как? Ну, ликвидность... Ну, давай ликвидность. Я смотрю так, типа... Ликвидность... Ты будешь, Кален? Ликвидность. Мужики у меня здесь есть. Я просто... Полчаса... Я уже думаю... Мы говорим про ликвидность. Сколько я на 50 тысяч подвинул стакан, чтобы... Нет, 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 нет. Если на 5% я не могу туда, я не захожу, все. Мы сейчас про Dex говорим, да? Ну, да, я просто... Ну, да, все, все хорошо. Хорошо, ты будешь понимать, ты куда ты продвинешь стакан. Но это же, опять же, не всегда. А потому что, если... Подошлись под тебя могут увести или... Конечно, ликвидность. Изи катка вообще. Давай в цехсе. В цехсе тоже пишут, на самом деле, вот, когда ты открываешь CoinMarketCap, либо CoinGecko, там пишут плюс-минус, ну, типа, 2%, сколько надо ликвидности, чтобы двинуть цену на 2%. Естественно, я знаю, что есть скрытые ордера, и это я все в курсе. Но глобально я вижу, что если там, ну, 10 тысяч долларов двигают 2%, я не могу в этот шиток зайти на 50 тысяч. Потому что, во-первых, я... Выходить на падение... Ты можешь или ты этого не делаешь? Я не делаю. Нет, естественно, могу. Любой может дебил. Можно и со скалы прыгнуть. Можно и на бинансе работать. А если я тебе скажу, что когда ты заходишь на CECS, market maker проекта непосредственно, да, который размещает этот проект на бирже, листит его, да, размещает определенные ордера сеткой, и ты видишь, соответственно, в том числе, выполненные ордера этого проекта внутри стакана, как бы, потому что он сам с собой осуществляет проторговку. Соответственно, ты приходишь на CoinGecko или CoinMarketCap, видишь историю торгов, видишь ликвидность. Это я вижу volume, то, что ты говоришь, это volume. Нет, ты видишь и спред, чувак. Ты видишь и спред, мало того. Ты можешь даже туда прийти и на определенный объем загнать туда покупку и увидеть минимальное проскальзывание по стакану, то есть минимальнейшее. Но при этом, при всем, как бы, если мы понимаем, что этот проект, как бы, да, там, так или иначе заточен на скам, то, соответственно, как бы, он заинтересован в том, чтобы, как и любой скам-проект, как и любое МММ, заточен на то, чтобы первые вкладчики, да, имели возможность... Отвезти. Отвезти в ликвидный стакан. Если ты будешь оценивать проект с точки ликвидности в стакане на ЦЕКСе, да и на ДЕКСе в том числе, как мы с тобой пришли к умозаключению, то, соответственно, это не совсем профессионально. Ну, давай вот так. Я же тебе приспособился. Если ты, я отталкиваюсь от твоих слов, ты говоришь, я хочу зайти в новый проект. Ну, как, новый уже именно... Ну, новый уже это ICO. ICO. В ICO зайти я могу действительно... Вот, ICO прошло, произошло... Потом уже ликвид... Да, вот произошло размещение. Вот первый листик у него произошел. Вот, и вот он залистился, и ты хочешь в него зайти. Ты его изучил. У них там в Твиттере фолловеры, комьюнити какое-то активненькое. Там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, хотя это все, как бы, тоже может быть совершенно спокойно левым фейком. Фонды, фонды... Ну, ты оценил его. Ты можешь такую монету, которую ты оценил, ну, там, плюс-минус, можешь себе позволить на 50 тысяч купить. Да, да, конечно. Все, все. Я же, как бы, такой вопрос и задавал. Аллилуйя. Аллилуйя. Нормально, мы углубляемся. Как вам? Да не, полчаса пришлось разговаривать, чтобы понять, ты можешь купить говно на 50 тысяч долларов. Да, я могу. Нет, блядь, не так. Все, тихо, тихо, тихо. Только закончили, только закончили, только закончили. Тихо, тихо, тихо. А у меня там маслица чуть-чуть осталась. Саше, по крайней мере, интересно, потому что Тружковского спросил, ну, и как ты торгуешь? Не, ну, я вообще не торгую, у меня там люди торгуют. Как бы, я не то, что там торгую. Как бы, я вообще просто всех учу, как бы, если... Я просто заезжаю забрать кэш. Не, там, биткоина, на секунду. Амаза, дар биткоина? Я торгую людьми. Я торгую людьми. Александр не взаимодействует с биржей WhiteBit по причине, цитата, там очень мало торговых пар, плюс я часто беру альткоины, которых там зачастую нет. А, так все, правда. Там не так, Саша сказал. Не, давай мы, Саша сказал так. Вот, на самом деле, тоже ты, Саша сказал так, даже вот человек, который это подтвердил в вопросе, Саша сказал так. Просто, а не страх ответил? Это не страх писал, да. На украинский, да. И ты ему ответил, что я не торгую на этих биржах украинских. Какого ты х*** решил, что биржа WhiteBit украинская? Ну, ладно, бог с тобой. Да это вообще не говорит про WhiteBit, мне кажется. В смысле, мне кажется. А сейчас, внимательно, на экран. Ты сказал, украинские биржи, ну, вот это вот WhiteBit недавно появилось. Кьюмол. Кьюмол и Куна. Чуть постарше. Ну, Куна чуть постарше. Да, Куна чуть постарше. Да, да, да. Если ты торгуешь, ну, топ-50, то он есть на WhiteBit. Да, на WhiteBit 233 торговые пары. Ну, как бы, врывайся, не хочу. Мало того, они высоколиквидны, поддержаны маркетмейкерами для того, чтобы у тебя было минимальное проскальзывание при покупке или продаже в стакане и так далее. Именно поэтому B2B сегмент, да, в том числе Exchange и так далее, выбирают WhiteBit. И на сегодняшний день почему-то в СНГ из 410 платформ, представленных на BestChange, 360 работает с WhiteBit. Ну, то ладно, мы тебя обернем на светлую сторону, как бы, ты за это не переживай. Мы, кстати, с тобой договорились, пока камеры были выключены, что Саня переведет 10 проциков своего баланса, своего дип-кула. Все-таки он узнает, какой у меня баланс. А я перед этим полчаса выяснял, какой у него деп. Да, в итоге оказалось, что это просто. Для того, чтобы посчитать, сколько это будет, 10% и прикинул, что, в принципе, неплохо было бы. Клиенты такие нужны. Саня, я тебе скажу больше, любые клиенты нужны, и даже больше тебе того скажу, за время моей жизнедеятельности и там, да, там, ведения разных проектов и бизнесов. Хотя, на самом деле, бизнесов было не так много, два. Я пришел к умозаключению, что клиент с меньшим чеком и даже, может быть, с меньшим объемом сделок значительно более важен, нежели клиент, который обладает большими возможностями. Ты же понимаешь, что не во всех бизнесах, но в целом, конечно, да. Не во всех бизнесах, но знаешь, почему я подумал об этом? Я подумал об этом по причине того, что, вот смотри, когда есть в каком-либо рынке есть какой-то контрагент. Вот, например, есть там вот в мире трейдеров, да, вот есть ты, Саша Гнатенко, да. И вот представим, допустим, что у тебя операционный деп, например, 100 миллионов долларов. Ты осуществляешь сделок приблизительно, да, там, на нескольких платформах, на которых ты торгуешь, там, на миллиард, полтора миллиарда. То есть ты для меня интересный человек. С точки зрения того, что я понимаю, если я Сашу на Вайтбит затянул, как правило, крупные вот такие ребята, они торгуют как бы не всем подряд. У них есть только торговля в высоколиквидных парах, потому что разгружаться лимитками, там, 100 миллионов за ордер и так далее, ну, у тебя не получится, там, да, там, на кусамах. Вот, то есть тебе, соответственно, нужен биток, тебе нужен эфир, еще ты можешь подобные штуки провернуть в ЭОСе, который все ненавидят, потому что он постоянно падает, независимо ничем. ЕОССКАМ. Вот, ЕОССКАМ. Слушай, я ЕОССКАМ был амбассадором, еще до того, что было модно в ЕОССКАМ. То есть ты любому скамам амбассадору, Бинанс, ЭОСССКОМ? Потом эти все, Блок Ван сейчас тоже там вопросами. Собрали 4 миллиарда, ни х** не сделали, эти 22 этих, боже мой, депоса этих. Смотри, все правильно, я тебе отдельно расскажу, как бы, чтобы это не посчитали торговые рекомендации по поводу ЭОССА. Не вздумайте покупать. Ты б***ь амбассадором был. Не вздумайте, не вздумайте, люди не ошибаются, или что? Единственный, единственный, машинальный, единственный альт, который я держу, это ЭОСССКОМ. Вот, так что не вздумайте его покупать, заработает только, заработает только 1%, а 99 потеряет. Рект история, ребята, в прямом эфире. Скриньте. 4 миллиарда собрали в 2017 году. До сих пор цена дешевая. Увидимся на 25 долларах, сынок. И что дальше? Так вот, фишка в чем? Вот такие большие чуваки, которые торгуют на лярды, я периодически с ними коммуницирую, я понимаю круг их общения. То есть за ними выстраивается огромная очередь. Условия все лучше, лучше, даже маленькая. Постоянно с ними борются, да, то есть комиссия стирается в пыль, потому что у них типа... Спецусловия, а мелких нормальные, мейкер, мейкер там уже там до 0,00 и так далее. А мелкие, как бы, да, за ними никто не гонится, как бы, да, там с точки зрения условий и так далее. Поэтому у них там типа базовые ставки, как бы, да, там торговые комиссии, базовые ставки по займам в марже и так далее. Вот, и, соответственно, вот эти люди, они остаются с тобой на значительно большей дистанции. На протяжении, соответственно, вот этой большей и длительной дистанции формируют пул доходности твоего предприятия. То есть у меня в свое время, когда был дистрибуционный бизнес, когда происходили какие-то потрясения, да, там, появлялся какой-то новый поставщик, появлялся какой-то новый продукт или начинался какой-то демпинг. Вот за этих чуваков, за крупных, за крупных игроков рынка сразу начиналось бешеное месиво. То есть просто в кровь. То есть этот приезжает, говорит, от нас 30%, этот приезжает 28, 26, 22, 20, 16, 15, 13, уже все нахуй, никто ничего не зарабатывает. А предложение уже в минус погнали, уже отрицательные значения. Вот, а вот этих вот чуваков, которые, там, там, этот приносит, там, ну, в процентном соотношении, там, там, ноль, там, сколько-то, но их больше значительно. И они так или иначе держат компанию на полу. Более того, они еще потом растут и вырастают уже в более серьезные объемы. Ну, некоторые из них вырастают. Но, опять же, если ты с ними коммуницируешь в рамках партнерства, на же как устроен бизнес в Украине? Типа, максимально все выдрать у человека, как бы, да, до последней копейки, как бы. И все, и похоронить, как бы, ситуацию. Очень мало компаний, которые готовы строить. Вот когда ты действительно с ними строишь, то есть когда ты задумываешься не только о своей рентабельности и марже, когда ты задумываешься о рентабельности и марже своего партнера, тогда, соответственно, у него есть точка роста, он с тобой вместе может расти. Когда вы с ним вместе обсуждаете не просто, там, типа, я тебе отдал товар, будь добр, продавай, все, увидимся. А когда ты вместе с ним понимаешь, как вы будете конкурировать с соседними точками, как вы вместе будете конкурировать, да, там, с DIY-сетями, как вы вместе будете строить политику, там, на дистанции. И тогда, конечно же, он вырастает и вместе с тобой, как бы, и зарабатывает, и тогда вообще от тебя его оторвать невозможно. Потому что мне до сегодняшнего дня, если я занимался дистрибуцией, да, там, в свое время строительных материалов, сейчас уже 2021 год, я уже 6 лет этим не занимаюсь, мне звонят чуваки, говорят, «Слышь, Вовчик, а как ты думаешь, а вот эти полы, там, вот из Италии предлагают, нормальные?» Я сижу, у меня совещание по крипте, как бы, сидел, сидел. Ты думаешь, я работаю в криптовалюте. Я работаю в криптовалюте. Майнинг, да. А ты введешь совещание, и ты на громкой связи полы. У меня такое тоже было. Он говорит, ты про ковер? Постелит ламинат? Подвинь стакан. Да, поэтому я, я считаю... Что надо заказывать в Макдональдсе? Вы ничего себе такие заказывали пиццу. Средний кислослав. Я в этом придерживаюсь такой точки зрения, что вот, надо в первую очередь, надо в первую очередь бороться за ритейл, да, за небольшого клиента. Поэтому, ребята, биржа WhiteBit, лучшее отношение к мелким трейдерам. Регистрируемся по ссылке в описании. Александр, кстати, у нас есть новость хорошая. Нет, подожди, а что мы не аплодируем? В смысле? И это говорит человек, который совсем скоро будет, значит, трейдером на WhiteBit. Он, кстати, номер один инфленсер в крипте по версии Binance. У тебя контракт с Binance. Ну, контракт с Binance появился после этого, если что, чтобы все понимали. То есть ты написал в Инсте, и они такие, давай сделаем его амбассадором. Нет, я говорю, ребят, мы выиграли, ну, типа, номер один, давайте, наверное, как-то сотрудничать уже серьезно. Машины брендировать, там, вот эти тапки, шарфы. Ну, да, ну, что-то, блядь, жесткое. Что-то полотенце. Можно личный вопрос? Конечно. Почему мне в LinkedIn приходит специальное предложение General Manager Binance Ukraine? А что, больше всех тут молчу? Ты думаешь, меня здесь ущемляют? Серьезно? Ты здесь говоришь, как будто это я. Так тебя, ты все равно ничего не делаешь. Давай подсадим тебя туда на какой-то момент. И ты будешь сливать всю инфу. Сливать всю инфу. Я вам больше этого скажу. Глеб, когда набухается у них в офисе, он в натуре все расскажет. На громкой. Берите итальянские полы. Садись, пиши. Я честно скажу. В маяке было 8 листингов. Самый дешевый, 52 тысячи, поступило в Тезаре на адрес. Сбрасываю. Я честно скажу. Диктую. Клинк, клинк, диктую. Я сейчас нарисую и сфоткаю для верификации. А еще я знаю, что у Носова в гараже есть тачка. Может и две. А может и две. Одна из них с картошкой. Информация для податковой. У Александра есть месячные. Ребята, это правда. Вовчик, Глеб, у Александра есть месячные. Месячные портфели, сбор которых он выкладывает на своем YouTube-канале. Где ты это все читаешь, я не понимаю. Да на следующей страничке. На первом же все прощает? Сценарий, Вовочка. А-а-а. Все. Господи, пока вы умолкли на секундочку, я хочу прорекламировать нашу новую рубрику «Гагарин шоу» под названием «Успешный успех» с Антоном Трешковским в главной роли. Где будут собраны самые смешные рубрики про «Успешный успех». «Успешный успех» называется рубрика про «Успешный успех». Успеха вам. Я прям хочу. Это будет топ-рубрика. Я готов вам даже шутки на нее накидать. У меня есть. А будешь со-ведущим? Тем более, это же, конечно, легко. У меня прям есть контент. Я прям готовил сам рубрику. Вообще импонирует все, что делает «Гагарин шоу». Потому что сделать ЧБД в крипте – это просто вообще гениально. Я бы сам хотел. Это комплимент. Да. Друзья, не все у нас. Санечка, ну смотри, ты по-любому будешь в «Гагарин шоу» со ведущим в новой рубрике «Успешный успех». Это я тебе говорю. Понял. Я теперь вообще расстроился. Не бойся, растерялся. Растерялся и растерялся одновременно. Раз уж мы зайднулись про «Бинанс Вовочка», а поясни по-пацански, а что это ты сегодня в цветах «Бинанс» однился? Опа-чан. Нет. 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 Это не цвета «Бинанс». Где цвета «Бинанс»? В носках? Желтый и оранжевый. Здесь. Здесь желтенький. А под ним черненький. Ну, тем более цвета «Бинанс». Это «Вайт Бит». Такие же, как у «Бинанса» цвета? А какой цвет «Убинанса»? «Убинанса» желтый цвет. Желтый-белый. Нет, вот такой желтый. А у нас золотой. А, золото богато. Как дождь. Золото. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Максимальные бонусы. Мне кажется, Саню будут бить, и он просто на остановке будет захлебываться. Говорит, ссылка в описании. Регистрируйтесь. Не-не-не, ставь, никого не хочешь. Кстати, давайте я сейчас ставлю. Меня тоже очень бесит. Не смотри на крысу. Не смотри на крысу. Я про это и сказал. Давай. Очень расстраиваюсь, что люди не подписываются. Столько просмотров. Чего вы-то смотритесь и не подписывайтесь? Я просто общался с человеком. Говорю, ты подписан на Гагарин шоу? Он говорит, я их смотрю, но не подписываюсь. Глубина просмотра, что нормальная у вас на канале? Да, да, 30 сантиметров. Как его, ну, короче, этот. Ты это смотрел? Ты подготовлен, наконец-то. Серьезно. Я такой думаю, ну, как можно смотреть столько просмотров, а, ну, подписчики нет. Если бизнесмены будут приходить подготовленные, нахуй-то передачу. Кого разъебать? Я просто, я именно концептуально в шоке, потому что человек говорит, я смотрю, и все равно выдают рекомендации. Люди, узнаете, что YouTube рекомендует вам то, что вы подписываетесь, в первую очередь, а потом то, что вы лайкаете, колокольчики. Если вы не будете подписываться на интересный контент, контент пропадет, и вы будете ставить деграданские... Влада А4. А4 и Тружковский. Тружковский теперь у нас есть, а что, спец по недвижимости. После... Все, он уже криптоизы завязал? Он 80 тысяч вложил в квартиру, потом забрал 140, потом 140 заел 230, сейчас 330, уже Ториан Тауэр, квартиры заканчиваются, и все заберу. За месяц ебалых с два на недвижке. Так идеально. Вау, ты ваши пиццы. Итак, новый SEO вайтбит. Встречайте! Наконец-таки его подсидел! Красава, Саня, спасибо! Я хочу тебя успокоить, что Тружковский на недвижимости пока что только теребит колокольчик. У нас планируется в гостях Андрей Анистрат, да? Да, да, да. И в вашем интервью мне очень понравилось его высказание. Я тоже давал ему интервью. Я видел, я тоже смотрел. Я готовился. Представляешь? Есть такие гости твои. Не хуй тебе делать вот это, видимо. И, короче, и... Он на тебя дрочит, Вов. Тогда ладно. И он говорит в интервью тебе... Он тебе, как бы... Ну, он словил волну того, что ты, как бы, ну, там, чуть-чуть рассекаешь, как бы все понял, что, как бы, там, можно вести диалог. И, как бы, в конце тебе, когда вы говорите про украинские биржи, в которые каким-то хуйом попал вайтбит, он говорит, украинские биржи доедают крошки со стола... Это не моя цитата. Вот давай точно. Это точно не моя. Это не твоя фраза, потому что я бы сидел на месте Оставчука, если бы это была твоя фраза. Ну, вы пришли вдвоем к умозаключению, что украинские биржи – это утопия, чистый от Сос Петрович. И он, как бы, говорит, ну, да, типа, а зачем они вообще нужны, типа, доедать крошки с барского плеча, типа, с плеча Бинанса? Я сказал, что банки тоже... Мне не понятно, зачем нужны, кроме первой тройки. Но монобанка не было в первой тройке три года назад. И, возможно, вадьбит такая биржа. Если, конечно, договоримся... И фишка, знаешь, что... Он подосканный казачок. Не-не-не, я это не поведу. Я тебе по поводу биржи уже все объяснил. Он говорит о том, что, типа, говорит, вот и я открыл биржу, а он же открыл биржу. Потом закрыл, да? Да. И причем при всем при этом мы после выпуска с ним обсуждали, что, типа, ну, как бы, он говорит, типа, вот мне это интересно. Я говорю, ну, давай, типа, мы тоже, как бы, там, я с удовольствием с тобой проучаствую в этой истории, как бы, есть уже опыт, как бы, есть понимание, там, и так далее. Потом говорит, не-не-не, как бы, я сам. Потом я через какое-то время вижу, что появляется биржа Анистрата. Серьезно? Ты не видел эту биржу? Я не видел. Я вообще казалось, что это был... Собирался запускать и бросил. Не-не-не, а с биржи запустилось. Подожди, это бегущая биржа? Как это написано? Бегущая от вас биржа. Биржа, которая по-любому убежит. Ранекс она называется. Ранекс. Ран ДМС. Ран, Вазя, ран. Биржа появилась, и он через время ее закрыл. И вот с тобой в интервью, как бы, такую озвучил, такую озвучил интересную реплику. Ну да, мы запустились, а потом наш бизнес-ресерч, по-моему, он сказал, типа, да, мы проресерчили и поняли, что, типа, в других биржах уже настолько большой капитал, что, типа, нет смысла дальше развиваться. Ну, конкурировать, типа, сложно. Да, что, типа, это уже... Нет, это не сложно. Он сказал, что это уже невозможно. Вопрос, да, заключается в том, что... Как ты считаешь, насколько сильна конкуренция и насколько сложно конкурировать на сегодняшний день биржам, между собой? Я вообще считаю, что вот на самом деле тут можно реально прийти, взять сравнение с традиционными банками. Монобанк четыре года назад, вот я помню, как я шилил, или, наверное, ну, или три года назад, когда он-то появился, я шилил и говорю, блин, пацаны, это будущее, я бы туда тоже купил бы акции, вот, изи. И он просто разъелся. Бинанс, если что, тоже, когда он появлялся, я говорю, какая ты х**а, ну, кто с битфайдекса уйдет на бинанс вшивый? В итоге бинанс разрастается, и то же самое может случиться в любой момент. Тем более, вот, называл за кулисами, есть какие-то определенные уязвимости. Я, например, в этом не силен технически, то есть я не являюсь, очевидно, экспертом, но то, что можно в целом поломать индустрию и стать лидером, там, номер один или номер, не знаю, даже пять, наверное, пять будет успех. А какую ты биржу считаешь самой крутой в мире? Ну, вот, как бы, наверное, все-таки Coinbase, потому что она все-таки является в американское, то есть и сами все юридицы выполнены, просто ты меня, конечно, видишь, у нас сотрудничество с бинанс, я, естественно, топлю за бинанс. У них тоже репутация, они очень быстро выросли. Но очевидно, что есть, скажем так, моменты, которые всех смущают. Я не буду никого обманывать, но, но, на фоне, скажем так, вот, ты бы подводим к украинским, украинских бирж есть некий оттенок серый. То, что ты являешься, вот, ну, как бы, например, ты мне импонируешь. У бинанса серого оттенка нет. Бинанс, ну, тот и его серый оттенок. Ты знаешь, на чем бинанс построил вообще первый капитал? Я вообще, мне кажется... Я к тому, что просто мы говорим, типа, Украина чуть-чуть веет серым, когда чуваки, о существовании которых мы наблюдаем только в Твиттере, для тебя не серые. Нет, для меня они, возможно, серые, но с большей репутацией, и как будто бы уже больше построена инфраструктура и т.д. Хотя ты говоришь, да, там, оффшорные сезоны, нету зарегистрированных юрисдикций. Вопрос имеется. Но, тем не менее, есть какая-то репутация, которая происходит на протяжении долгого времени. Как они себя ведут? Тот же Сизи. Если взять, условно говоря, Джастина Сана, который купил полынь, полыньник, ну, это же вообще стыд и срам. Ну, то есть, типа, я Сану копейку не доверю в жизни. То есть, человек... Он и похоронил полынь. Да, да, он и похоронил полынь. Причем там верили в эти идиошки. Блин, ну, кто мог придумать, сделать монету Трон, а потом сделать Сан, а в Сане монетка лисится, как у тебя день рождения. Это более... Я, если честно, не понимаю категорически, как можно говорить... Монет была реально 1990-х. Как можно говорить о какой-либо репутации, либо доверии к компании, в которой тебе даже не с кем посудиться. Я вот этого просто у меня в голове не увязывается, и все. Ну, тут, наверное... То есть, я, соответственно, вот смотри, сейчас вот честно я тебе скажу, как бы, если я представляю историю так вот, например, я, как бы, являюсь кофаундером компании, я являюсь SEO, и в случае возникновения каких-либо проблем, как бы, да, там, с нашей биржей... Вот я тебе, лицо, да? Вот, да, то есть я не просто лицо, а я живая сущность, как бы. Есть компания, на которую можно подать в суд. Мы построили продукт. В рамках этого продукта мы могли бы, чисто гипотетически с тобой сейчас предполагаем, схему Binance, логически мыслить, как бы, да, для того, чтобы... То есть мы могли бы точно так же посадить на аутсорсе большое количество людей в разных частях мира. И не выпустить. В этом случае нужна Core Team, потому что это финтех. В рамках финтеха должна быть Core Team, которая контролирует процессы. Кошельков, там, и так далее, вот этих движений, нот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть что-то, что, как бы, стрёмно, даже если ты ЧЗ отдавать куда-то, там, за полмира, куда-то на другой стороне. Соответственно, отсюда, как бы, ну, вот эта вся модель построения Binance, она сделана для того, чтобы у тебя в конечном итоге не было концов. Та история, которую мы с тобой сегодня, когда разговаривали, вспоминали с бетстампом, это такая же история. Это всё связано с тем, что вначале это всё появлялось в серой зоне. Нет, 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 это не связано с серой зоной. Подожди, две секундочки. Что тебе мешает в рамках вот этих юрисдикций, в которых происходит регистрация, осуществить получение лицензии? Это раз. И второе, что тебе мешает завести себя туда, в учредители этой компании? Вот что тебе мешает? Я же тебе на этот вопрос не могу ответить. Как это? Это вопрос-то, ну, ничего. Я тебе рассказываю, почему. Это твое видение. Нет, смотри, нет, смотри, есть два путя. Под берёзку или под сосёнку, смотри. Ага. Всё очень просто, смотри. В рамках этой истории ты либо выбираешь путь, в котором тебя, как бы, ты подпадаешь под расследование, под процесс и, соответственно, под изъятие, под аресты, имущество и так далее. Либо не выбираешь этот путь. Ты не выбираешь этот путь по какой причине? Потому что ты понимаешь, что, как бы, да, в какой-то момент, как бы, может произойти, как бы, чик-чирик. Вот. И всё. Тра-та-та-та-та-та-та. И всё. Вот и всё. Нету третьего, понимаешь, варианта. Я решил уйти в серую схему, как бы, и завёл, как бы, своего соседа лоха в учредители компании, просто потому, что мне так захотелось. Ну, пускай у моего соседа лоха будет 100% доли в моей компании. Я всегда с него смогу получить, потому что мы с ним с детства дружим. Ну, так? Ну, нет, ну, это супер... Камни, я смысла, блин, вот как... Нет, 2 плюс 2, 4, тут это факт. Ты просто, типа, сейчас... Нет, это вообще не факт, это твоё мнение, очевидно. Тут есть и какие-то подводные камни, которых я, например, не знаю. Я не могу с тобой сейчас вести диалог этот доравно. Ну, ты же, вот что, ты просто рассказал, что у Binance, типа, всё так сделал, что сейчас в связи свалится всеми деньгами и будет тратить 90 миллиардов, где в Беларуси или же? Давайте купим Молдову! Ты был... Прямо с людьми! Нет, у человека 90 миллиардов долларов. Куда он денется? Он вообще всем своим действиям показывал, что он за развитие индустрии. Вот максимально, понимаешь? Амстердам, Амстердам! Что такое 90 миллиардов долларов? У него его состояние оценивается 90 миллиардов. Это пыль или что? Это написали журналисты китайские, предварительно оценив Binance. В юанях. И написали, что предварительно оценив Binance в такую-то цифру, при наличии УЧСЗ доли в 30%, его состояние приблизительно 90 миллиардов. Смотри, а теперь я тебе рассказываю. Единственный чувак в крипторынке, который может сказать, какое у него состояние, с точки зрения капитализации его компании, это владелец Coinbase, потому что это единорог, вышедший на фондовый рынок. А ЧЗ туда никогда в жизни не попадет. На самом деле тут я с тобой... Не отдайте на любовь, если счастливы глаза, Вовочка, ты там... Я тебе, я обязательно, я обязательно, так как ты станешь инфлюенсером WhiteBit, тебе же тоже нужно будет козырять. Я обязательно закажу статью, где Форклок оценит мое состояние в 110... То есть не будем, знаешь, там делать X2 как бы к состоянию ЧЗ, мы же не уроды. Ну так чуть-чуть 20-ку накинем, будет 110. По версии Форклок, состояние Владимира Носова, биржа WhiteBit инфлюенсером, которой я являюсь, топ-1, между прочим. Скажи, а Глеб Ушаков 15 косарей долларов имеет в наличии? Вы в зимней резине, в зимний период. Я от души искренне тебе завидую, потому что WhiteBit тебе деньги предлагает сам. А нашей семье сегодня пришлось грабить офис биржи WhiteBit, чтобы завидеть хоть какой-то биткоин. Смотрите расследование в инстаграме моей жены. Александр часто попадался на скам-проекты в надежде на большие ксы, в чем признался в интервью. Бегущему банкиру. Вот опять же, как странные факты, не часто, а просто я попадал на все виды скам. Когда дергали ковер, когда, ну что такое дергать ковер? Когда ты закинул, купил что-то на DEX, там была ликвидность, а потом ликвидность забрали, и у тебя просто как бы шитки. Второй раз я попадал, когда уже я был умнее, второй левел. Когда ликвидность залочена была, вот ты говорил, могут ликвидность дергать. Это лочится на данный момент, слава богу, вся ликвидность часто там лочится. Это можно проверить, да, уже не надо обладать, быть аудитором смарт-контрактов, чтобы понять, что ликвидность залочена. Но там есть другой подвох, о том, что ликвидность залочена, но токены, которые в этой ликвидности, контракт, можно минтить. Они наминтили бесконечно токены, получается, закинули эти токены, забрали все эфиры. А, ты про вот эти 84 тысячи ситуации, когда в смарт-контракте оказывается бэкдор, и залоченные токены попи***ть идут. Я правильно понял? Ну да, нет, я вообще конкретно про три ситуации, да. Это происходило, если кто-то узнает, была, по сути дела, у нас Юнисвап лето 2020 года, когда вышел Кипер. Этим летом? Это прошлом, летом. Вот зачем ты сейчас? Основная история в том, что да, я попадался, потому что на самом деле в местах, где вы ректуетесь... Минус 50 потрачено. Ну, минус 50 это еще нормально. Сколько ты? Минус 100%. А, тысяч долларов? Нет, 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 когда в такие ректы, ну, на одну, на двое эфирки лезут, там, там ликвидности нету, ну, даже на 10 эфира. Там зачастую... что ты не лезешь такой нет ликвидности это а в эту можно в эту и два типов и да да все не на самом деле то что я сейчас говорю то что я сейчас происходит тогда было отрезаю я записываю на протяжении 13 лет я готова 5 минут назад сбегал уже какой-то я не захожу в пулы где нет ликвидности ну да я захожу в такие заходил это было лето все сил сохранить временную последовать сложный период твоей жизни теперь уже был период просто тогда все утлудили по сути просто вот ты появляется какая-то а ты берешь она иксует и соответственно ну хариски вортов и в числом по словам баба вот вас удивить слады ради денег знаете что такое знаешь что глеб поднял 100000 долларов на лизе кому ты сейчас сидишь это втираешь на какой лизе отлизал на лизе антоновне назвали и татьяна такой лиза нет на ебете ты что я сейчас такой вопрос биржа очень плохая ну ну да ты знаешь что там была лиза нет конечно нет я вообще не ну как но если ты в семнадцатом году зашел в рынок то у тебя там по-любому должен был косарик долларов там но за родился это было на ебете но я там его дроп получали 10 процентов в день алё 10 процентов в день классная инвестиция ты молодец больше подписывайтесь на курсы глеба клуб клуб глеба говорит ребята сиди сегодня пришел из двух человек деления ну там человек 30 40 50 я пришел как бы вам рассказать о том как делать иксы на низко ликвидных сексах и просто подписчики начинают перебивать тебя что вайт бит он нужен такой человек который не знает что такое лиза кстати да вопрос серьезный я только что можно это ввело в сумяки можно вообще вам двоим вам двоим задать вопрос которые сидят сейчас здесь что такое секс давайте кто понимает на прошлой неделе они не понимают поднимите руку вот не понимает люди что такое секса вы не подожди но с другой стороны нам то в комментах наши подписчики пишут что мы постоянно на наших выпусках страдаем как бы нужно чуть больше серьезно это не начальников это не начальников иди туда сиди крипты для чайников туда глянь шо там делается в наше время не было нет декса на самом деле как бы такие же централизованные площадки как и секс и просто ребята упаковано все красиво для того чтобы вам к вам казалось что либертарианство есть как часто ты дрочишь как часто я дрочу ну частенько ты зарабатываешь когда ты видишь что ты ему скажешь последнюю последнюю умную ставку ну как умная короче есть понятие в крипте деленить это называть дота это придумали вообще англоязычные чуваки я так правильно понимаешь это дегентрейдеры ну да дегентрейдеры туда деген и это дегене придумали вообще это их трейды основан настолько высоко рисковые что уже граничит со здравым смыслом и они начали себя как бы шутку звать деген и не на все пошло ничко это придумали в шестьдесят седьмом году а также в твоем интервью с анистратом видел что ты сказал что цукерберг придумал метавселенная не 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 придут туда а на этом мы уходим на пиеве в инстаграм нашего гостя написано крипта жизнь и спорт а крипте и жизни мы уже поболтали а теперь предлагаю перейти к этой части спортивной давайте посоревнуемся кто сильнее инфлюенсер номер один по версии binance или ребята из гагарин шоу стоящие головы сайте мы сейчас все как cz binance а почему у меня дырка больше чем у вас это нормально начинаем на счет 3 а хотя подождите предлагаю сначала поставить ставки 100 баксов но мы сатэн по сотену с гнатом да да а вов я вот одну тут сотку сейчас поставлю так а у меня тоже я тоже когда ворота улучшил ты тоже это получает двусторонная которая насчет 3 1 2 3 туда дуй вова моего рота мы до скольки играем не будет поехали с вами ворота дуй я возвращаю гребушка а до скольки мы играем до 10 минут до 10 тыс Вова дуй! Ау! Угловой! 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 Угловой надул! Алё! Глеб! Как ты определил, чьи ты воздушные пути? Рукой! Выбрасывай! Я поэтому СЕУ! Поэтому я СЕУ! А можно перехватывать, да? Давай выбивай! А что ты делаешь? Твой воздух убирает. Ха-хаю! footп0 Дебилы! О! Ну, всё! Ну, сначала БАСС! Ну, всё! 1-0! Победитель определён! Давай еще! Давай еще! Ой-ой! Есть! оп! Опасный момент… Вова просто на меня дует! Твою дырку! А я бы надо задул именно из балансика! Задул. Закрасил лицо. Давай оттуда. С боковой. С боковой выбрасывай. Да какой? Почему я развиваю волосы в носовое? В носу. Дуй в себя. Дуй в себя. Дуй в себя. Ну там пи***ь подстава. Да, да. На самом деле поле должно быть поуже. От заколов. Вов, ну давай. Вовочка, ты должен дуть не стеночку, а в ворот. Ладно, я за***ался, если честно. Победа команды синяя. Была такая ситуация недавно на конференции блокчейн ЮА. Подошел журналист и говорит, я бы хотел взять короткое интервью на тему этой истории. Я говорю, да, все супер, но вам нужно снять вот эту, на которой написано Бинанс в виде вашего худи, это переодеть ее. Вот. Все, я не могу давать вам интервью. И да, такие он говорит, да, супер, конечно, я это сделаю. И все, значит, скинул это обмундирование, это нищебродское. Одел прекраснейшую тишку с лого Bitcoin Global. Это, кстати, наша P2P платформа. То есть он как змея, получается, снял кожу. Давайте проверим фразу, действительно ли история идет по спирали. Александр, взгляните между ног. Чуть ниже. Вот так, вот так пальцами сделай. Вот так сделай. Это как торговать альт-хойнами, глубже. Давай, просадка небольшая, еще 20%. Смотри, я сзади могу токен засунуть. Ну это нормально, это подарок или нет? Да, это подарок. Одевать яс? Да. Все, договорились. Ну вот эту новость это кто? Нет. И Саша снимает сраный скам, Хьюго Босс. Сраный скам? Я специально оделся, так по-простому. По-простому оделся, по-простому это 40 минут на вес, килограмм в воскресенье. Вот это по-простому. И там в лучшем случае тебе Марк и Спенсер попадают, а не Хьюго Босс. Ладно. Вот там что-то другое у тебя еще есть. А он стесняется своего тела. А, в натуре что еще есть? Я ссором... А я тебе понял, я короче сломал шутку. На канале СТБ вагит на 16. Винсором из прошлого тела. Просто я тут не вижу пачек настоящих денег. А вот футболка? Ну что, заново все делай? Вы типа хотите проверь мой вес? Включите, пожалуйста, музыку. Вот этот вот. А подмышки бритые? Ну как так вот. Красиво. Саня вовремя сбрился. Для наших зрителей я хочу напомнить, что у нас есть. Запустился магазин, в котором вы можете приобрести оригинальные мерчи. Запустился? Конечно, например, такой, как этот. Ни хрена себе. Это мы, получается, теперь будем лохматить бабки? Лохматить. Давай так. Ты с этим микросконом приехал. Худи. Ты хочешь, что Саша расплатился с нами или что? Ну, во-первых, как бы, благодаря мне у Саши появились, наконец-таки, первые карманные деньги. А, сзади, кстати, да. Повернись к ним. Покажи. Покажи. Пойдись. Красиво, Саш, красиво. Мы не видели. Красиво. Просто все. Ну, повернись. Ну, я же не знаю. Сколько бы ни стоил Худи после того, как инфлюенсер Минар его надел на себя, он будет стоить дороже. Это реально настоящий. Пока выйдет этот выпуск, может произойти коррекция цен, поэтому пока... Коррекция биржи. Продается футболка Хьюга. Потная. Тильки тришечки БУ. Да, конечно, потная. Она мокрая вообще. Мокрая. Ей пи***ь, мы тебя переодели просто потому, что с тебя уже текло. Как сучки просто. На сайте Гагарин Шоу открылся магазин, в котором вы можете приобрести прекраснейший мерч Гагарин. Это прекрасные тишки и худи, правильно я понимаю? А тишки это футболки? Тишки это футболки? Тишки. 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 Окей. Гатча, Гатча, Гатча. Гатча, Гатча, Гатча. Гатча, Гатча, Гатча. Гатча, Гатча, Гатча. На самом пейдец, брат. Поисцены вы найдете в магазинах города. Так, ребятки, у нас новости из криптомира. Давайте поддержим аплодисментами. Владимир Владимирович. Виза начала консультировать своих клиентов о криптовалюте. Виза глобальная виза или украинская виза? Нет украинской визы. Виза Юэй. Украинская виза. Украинская виза, мы подразделили. Черняк, ой, лесник. Лесняк. А ты все равно останешься в чате, как телеграма? Какая тебе разница, как ты обозвал директора виза? Финансы-то вообще по*** на это. Сука, класс, да. У нас сегодня Александр Гатненко. Давайте поддержим аплодисментами. Александр Гатча. 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 Я думал, что это изменилось. Кто-нибудь читал этот документ на самом деле? Провизию? Да. Нет. Это такой документ на 60 страниц. Ну а когда ты все читаешь? Я у тебя хотел спросить еще тогда. Ты посоглашались? Люди пишут новости, чтобы навешать на уши ерунды. А ты берешь и читаешь. Ты еще можешь пример хороший начни подавать? Можешь почитать что-то мысали на 2022 год? Смотри, первую книгу я прочитал. Вторую перевел. И уже понимаешь, что такое зерна отплевело. Потому что я вторую книгу прочитал и уже понял, зачем читать. Ты прочитал первую. Вот когда прочитаешь вторую… Обращайся, я понял. На самом деле я читаю, потому что, находясь на позиции SEO, необходимо быть визионером с точки зрения того, чтобы немножечко на несколько шагов вперед понимать те или иные позиции, в том числе крупных игроков. Это может быть для тебя, кажется, баловством подписать контракт, например, с банком или с компанией Turkcell, у которой 67 миллионов клиентов. Но на самом деле это не баловство, сын мой. Это такая достаточно большая, кропотливая работа с построением бренда, с построением продукта, с построением команды. И в какой-то момент тебе воздается, и ты подписываешь контракты с крупными компаниями. Дорогой Бинанс, антиреклама – это тоже реклама. Я стараюсь, как могу. И им похуй на твое существование, пойми это. Стань на колени, денег не дадут. Так вот. А в Айтбите деньги есть? Да, и соответственно… Мы долгами, как амбассадоры скидем. И соответственно, компания Visa – это компания с капитализацией 370 миллиардов долларов. Их вижен на тему криптовалют неплохо изучить, будучи SEO, компания, которая работает в рынке… С Visa и с криптовалютами. В рынке блокчейн. Да, ну и в том числе подписывает контракт с Visa. Да, поэтому, соответственно, я нет-нет доизучил этот документ несколько. Вот. И здесь Visa заявляет свой вижен на все будущие годы. В рамках того, что они будут участвовать в развитии, будут участвовать в поддержке компании. Что, в принципе, уже происходит, но они решили, как бы, немножечко… Немножечко, мне кажется, опередить MasterCard с точки зрения того, что они очень жестко обосновали свою позицию. Почему, какие конкретно проекты будут работать и так далее, и так далее. Вот. Не рекомендую ознакомиться с этим документом. Очень занимательное чтиво. С точки зрения того, что, опять же, ты изучаешь, в какое говно вложиться, в документе Visa ты ни одного этого названия не найдешь. А я советую всем читать не эти документы, а Мессери. Отчет аналитической компании, одной из самых крупнейших в мире. Вот вышел 160 страниц. Это именно, это вотчина инфоцидан. А я как-то 488 местом не зачитал. Оттуда вылетают маленькие птички такие. Маленькие такие среганенки. Маленькие среганенки такие. Рекомендую ознакомиться с документом, который представила Visa, для того, чтобы понимать, куда движется одна из ключевых компаний в финтехе в мире. В чем value? В value это? Вот ты рекомендуешь вещи такие, а в чем value того, чтобы человек это прочитал? Для какой? Для тебя value, понятно. Я рекомендую ознакомиться. Ознакомиться это в принципе, да, получить так или иначе, а мы как бы, да, там у нас так или иначе криптовалютное шоу. Для наших подписчиков и зрителей, которые в том числе смотрят нас на крысу, было бы неплохо понимать вижен одной из ключевых компаний финансовых в мире на тему криптовалют. Это вижен Visa в рамках криптовалют. Поэтому, да, поэтому, соответственно, конечно же, стоит ознакомиться именно нашим подписчикам. Если ты домохозяйка... Которая хочет заработать. Или торгуешь шиткоины, конечно, тебе не нужно это читать. Но если ты как бы биткоин-инвестор, то, соответственно, нет, нет, да я знаком. Как Гарри Джоу. Южная Корея отложила введение налога на прибыль с торговой криптовалютами. 20% налог с прибыли от операций с цифровыми активами, превышающий 2,5 миллиона вон в год, начнут взимать в стране с 1 января. 2023 года. И отсюда, Сань, внимание, вопрос. Игра в кальмара. Первый вопрос. Юань, сколько равен гривен? Нет, дайте Глебу задать вопрос. Давайте. Юань, я тебе могу ответить. Вопрос. Юань, могу ответить. Вопрос. Я хотел спросить, сколько это стоит вон, а не юань. Вон, вон, сколько вон стоит? В фильме про кальмара было. 49 миллиардов было. Нет, 1 миллиард — это 100 тысяч долларов. Поэтому нужно читать книги, чтобы узнавать курс вон, не из кальмара. Вадим, вадим, вадим. Санька, а что узнавать больше о криптовалюте со стороны технической? Смотрите обязательно нашу крипту, не для чайников, кстати, совсем недавно. Вышел новый выпуск. Сань, скажи, пожалуйста, вот в рамках этой новости, сколько дохода ты задекларировал в этом году от введения криптовалютной деятельности? На данный момент я ничего не ввожу с бирж, все на бинансе держится. Я не могу ничего декларировать. Деньги, пока я с биржи не вывел, у меня ничего нет. Понятно, все сына. А футболку Хьюго Босс тебе бабушка подарила? Нет, у меня есть фо второй группы, я зарабатываю. Идики у тебя подпоздают. Да, правильно понимаю. Итак, у нас есть бинансный флюенсер номер один. В подрезных изиках, в подрезных футболках. И без копейки бабок. Нет, на самом деле я сейчас на битбе кинаю бабки. Кидаю на битбе бабки. И вот все, что на битбе декларирую. Нет, на самом деле все хорошо, что у вас нет шутков. Нельзя засадиться, да, получишь? Ну, да, нет. Какие шутки у вас? Если 200 троговых пар, это вообще еще очень лечебные монеты. Ну, у вас же нет конарей, конарей нету, коруры вот этой всей, которой я торгую. Как по-разному ты говоришь с началом программы? У нас есть хоги. Я знаете что, хочешь, я придумываю всем смарт-идею. Ребята, смотрите, скорее всего, когда выпуск уже медвежий рынок, смотрите. Ты сейчас любые слова говоришь в предложении? Ребята, сейчас ты сря сказал слово «фьючи». Почему? Потому что тебе будет пи***ться. Моржа. Короче, фишка в чем, ребята. Смарт-идея заключается в очень простом. Очень много людей придумали всякую х**ту. Правильно говорил Вова в каких-то выпусках, что под любой движ придумывается очень много скама. Скам у нас является доги-коин и шиба-коин. Это наш флор, ребята. Посмотрите, он всем выпуске, посмотри. Это он пишет, мы все говна. И на каждом хейтерский кассир. Фу, фу, понял, пишет фу. Настолько плохо, что хорошо. Нет, и, короче, я говорю, просто шортите шибу либо доги-коин. Это х**та уйдет с топа. Я, кстати, по его почерку узнаю его в комментариях. Потому что у него по-любому будет орект, флут. Флут, нет. Ну, короче, обязательно шортите всякую ерунду. Вот если у вас можно шортить, то приходите на Ведбит и шортите всю эту х**ту, которая должна выйти просто в окно, когда будет даун-тренд. Вот как его хейтить, если он вот так вот... Ха-ха! С точки зрения большого капитала. Откуда у нас такой капитал, Вов? Ну, давай, я... Ха-ха-ха! Давай, это вот эта история... У вас, у вас, да. А у зрителей канала... С точки зрения большого капитала, ты же понимаешь, что фьючи, которые мы гордо называем фьючи, ты понимаешь, что это торговля не с участниками рынка? Ты в курсе или нет? Да, я в курсе, там отдельная история, она просто арбитражная. Не-не-не, ты знаешь, ты не знаешь. Ладно, окей, давай, рассказывай. Минута для чайников. Я не хочу рассказывать, я просто хочу... А, ты не будешь рассказывать? Я хочу просто один маленький тезис. Просто хочется указать, что я не знаю, рассказывать не буду. Да, именно так. А знаешь, почему? К сожалению, ты не торгуешь... Ты же понимаешь, когда спот или маржа на базе спота, ты торгуешь с участниками рынка, в том числе маркетмейкерами, арбитражниками и так далее. Этот принцип работы построен как бы на базе того, что так или иначе это поставочный трейд. Есть физический актив, который... С физическим активом в режиме онлайн. А фьючи, это... А наши конкурсанты подготовились. На нашем, к сожалению, низколиквидном рынке, который, к сожалению, нерегулируемый, ты торгуешь не с участниками рынка, а ты торгуешь против Бинанс, внутри Бинанс. И Бинанс эти сделки нигде не хеджирует. Ты же в курсе, что сделки на фьючерсном рынке нужно хеджировать? В курсе. В курсе? Слава богу. Так вот, соответственно, то тогда, торгуя на Бинанс в фьючи, ты бы понимал, что это ничем не обеспеченные сделки в торговле против биржи. На самом деле, основной посыл, торгуйте на марже к битку желательно. Вот если вы в битку шортите какой-то шиток, это вот являются всякие риплы, всякие вот доги, коины, шибы. Если есть такая возможность, если дает биржа такой инструмент... А ты просто как Порошенко сейчас уходишь от ответа. Да, а что договорил? Церковь, биржа, биржа. Я на самом деле прав в фьючерсном рынке. Я на встречах сам не торгую. Давайте сейчас дочитаем новость. Ему как бы в команде сбросили, смотри, со всем соглашайся. Нет, для чего... Во второй части не пи***ь ничего лишнего. Тебе нужно уйти красиво. Соглашайся, кивай головой, контракт, да, контракт. За еду, за еду. Ты сейчас что ли вы скидь мне такое набихать? Еще на самом деле сказал Вова, говорит, смотри, если видишь, что тонешь, просто говорю, Вова, ты такой хороший, такой, бля, мальчик. Это Вова сказал? Пи***ь. Я сказал, я сказал соси. У меня здесь появилась парочка вопросов для нашего гостя. Саша, как давно ты с Гагарин Шоу? Подписан? Смотришь, интересуешься или просто знаешь? О, интересно. На крысу смотрят, не подписан. Смотрел вначале на крысу, потому что вызвали властей, которые ничего не понимают, а потом как-то, когда вы позвали, собственно говоря, Тружковского, стало понятно, что ребята... Ничего не поменялось, он тоже ничего не понимает. Нашли... Кстати, да. Я же еще телегу вашу подписан на основном языке. Скажи, а правда ли то, что ты несколько раз просился быть гостем в нашем шоу? Ну, вообще один раз. Я когда увидел, что я... Да, было, было. Вообще один раз. Вообще один раз просился, когда... Ты писал прям? Я именно в инсте записал. Привет, меня зовут Александр. Я говорю, напишите Гагарин Шоу, что меня позвали, собаки, не отвечают мне лично. А к нам подошли твои гонцы, какие-то, ну, твои 14-летние трейдеры на блокчейн Ю, а такие двое такие... Торгуйте на холли, там... Дядь Вов, а позовите нашего Сашку на передачу, он такой, он такой пи***тый. Его, его, его такой... К кому? Я думал, что был Том. Подожди, 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 подожди. И что было? Я расчешу, как оно было. Подожди, подожди, подожди. Я расскажу, как оно было. Это я подходил. Ну, типа, какие гонцы? Подходит, короче, Толя, говорит, так и что, ты позовешь, ну, не позвольтесь, типа, Тружковским, позовите дабл топ. Я такой, кого? Ну, дабл топ. Ну, да, Вов говорит, да не, ну, где все? А это кто-то ваши сотрудники какие-то? Да не, не, просто... Да он подходил тебе же, говорил. Не, у меня аудитория, как бы... Не, на блокчейн ЮА подходили какие-то два типа. Вот, два типа. Ты их знаешь? Да, знаю, они не сотрудники. Какие гонцы? На блокчейн ЮА два типа подходили. Да, я их знаю. Нет, я говорю, что... Я как раз в это время был в Рио-де-Жанейро, как бы, ну, да, какие-то я чувствовал, что типа подойдут на блокчейн ЮА к тебе. Один в красном твиттере с Серега зовут. А Люба мне еще говорит, похоже, это на чуваков из дабл топ. Нет, подойди, стоп. Я говорю, это не, ну, не говори, это же надо быть такими кретинами, чтобы гонцов отправлять. Ну, основная история, потому что мне чувак пишет, я подошел к носу, говорю, позови Гната. Я говорю, кого вы... Да, и все, типа, ну, если вы говорите, что школьники, то это не они. Да, конечно. Не, ну он взрослый был. Там прыщи, как у работников Макдональдс. С щетиной, Толя. С щетиной, Толя. Он сейчас смотрит это видео, понимаешь? С щетиной, Толя. Толя, с щетиной. На щетках. Просто дальше. Вовочка, Вовочка, ну все, теперь у меня два вопроса к тебе. Первый. Ты согласен, что гость топовый? А гость хороший парень. Ну, суда по всему нету. Супер, тогда, тогда, второй вопрос. Что будет... На самом деле, я скажу даже более емко. Можно, да? Ну, конечно, да, скажи. И лидерские качества, и достигатор такой. Да, безусловно, где-то местами, как бы, да, там, опять же, ну, ввиду того, что не очень много находится в рынке, не понимает там глубину. Но! Но! Тихо, тихо, тихо. Просто слушай. Не заводи меня, не надо. Саня, слушай. Я снимаю футболку. Я до человека здесь еду, кто глубже меня в рынке. Присядь, пожалуйста, присядь. Я снимаю футболку после шоу. Через неделю. Что в рынке торговли шетков, ты король, безусловно. У тебя есть такая дудочка, ты такой вот. Сит, галкинг. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Но! Понятное дело, что ты, как бы, не обладаешь, да, там, определенным количеством информации, которая у тебя пришла бы, да, там, в рамках понимания того, как устроена фонда, как устроена, там, техническая часть биржи, как работает вся эта индустрия по другую сторону от тебя. Но! Но! Меня это не раздражает, не напрягает, и я абсолютно точно уверен, что ты обязательно, как пытливый, ум и обладающий лидерскими качествами человек, обязательно в этом натаскаешься, изучишь эту всю историю. И я с огромным удовольствием на камеру говорю, что мы в этом смысле можем повзаимодействовать. Мне нравится твой подход. Засчитаем, как комплимент? Истержин. И в том случае у меня второй вопрос для тебя, Володя. Ничего себе! Ну да. Что будет для новой команды, которая обратила внимание на такого крутого гостя и позвала его к нам на передачу в момент, когда исполнится год после нашего прихода в Гагарин Шоу? Что будет на год? А что, не исполнился? Какой-то такой длинный тупой вопрос. Это разве не я посмотрел выпуск с Анистратом и Любе сбросил, типа, пригласите этого малолетка, нет? Он захотел? А когда вот эти два снижения до того... Когда я захотел, никто не суждал их не гулял. А тебе в третьем лицею вообще даже не парься. Ты писал на Гагарин Шоу, когда была Ксюша? А ты Ксюшу главной там знаешь. Да там 100 сообщений, не то, что там 300 сообщений в личку. Это было год назад. Нет, это было в апреле, наверное. Я Ольга Гарасемюк, и это моя программа «Без табу». Они встретились для того, чтобы вы... Третий год шоу, как мы тебя шокали. И с фотографией понялись, сфоткаю просто. Я шокаю его. В Другу святову он загубился, не может найти брата. Ну, что-то что-то будет, или только спасибо? Ну, накинь людям зарплату, я не знаю. Накинь? Просто дай, может? 30% от всего, что наторгует Саша на биржевый бит. Пойдет в фонд семьи. А че ты ты, конечно, подожди. Там нормальные бабки. Для секунды, это нормальные бабки. На себе бабки тоже требуют. Смотри, если у него плюс-минус, как бы, money management. Ну, ты 50, есть? На каждой его сделке. Он скальпер, торгует шитками. Не, ты не скальпер! Значит, сделок будет много. Такой типа, интернет полупорно. Трейдинг-волюм, ну, плюс-минус, плюс-минус. Там 500-600 тысяч долларов в день. У него выходные, как у фондовиков, суббота-воскресенье. Соответственно, 5 дней в неделю. Полтора миллиона, умножим на 4, 6 миллионов долларов в месяц. 0,1% от них 30%. Вова, посчитал, все, раз, сейчас. Я посчитал, и теперь тебе отвечу. По математике. Как бы ты ни старался, работаем мы не на Сашу, а на тебя. Поэтому примем подарок только в 30 размерах от твоих торгов. Ну, слушай, ну, давай тогда уже пошли, раз мы опять в дебри. На чем осталось это, твои торги? Потому что ты нигде не раскрывал, собственно говоря, твои позиции? Подожди, подожди. Мы вас везем в Египет, Волод, я в шестьсот лет. Год будет в марте. Марте, ты вернешься с Египта, и Загар еще не сожди. Подожди, каждому кальян с надписью Хургана Дюти. Кстати, а когда кальян будет? Потому что они уже так достали вдвоему, голова уже просто раскалывается. Три самолета летит в Египет. Три? И один из них бомбардировщик. Три самолета летит в Египет? Да, чувак. А знаешь, что вы делаете на компанию? Сколько человек? Нет, не всех. Сколько человек? Триста. Ах! Ах! Супер! Пас, 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 угловой, на вес! Я тебя предупреждал! Просто! Я тебя предупреждал! Трамплин кинул! Просто! Красиво так! Ну, Саня! В Адреба отдельно готовился. Я шашки практиковал, думал, будет диалог. Подожди, что? Подожди, тихо, тихо! 32-28. Саня, 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 ты гей? Ну, конечно, у меня два ребенка, п***, нет! Ну, б***! Глеб, я за тебя буду, п***, п***, делать! Шутки за 200, нах***, твоё всё! Нет, так это же шутка не моя, это Жекина. Круто, знаешь, что мы делали сотрудникам на корпоратив? Мы подарили всем по айфону, да, ты сюда был топ, ну, либо айфон, либо мак, вот так. Так что устраивайтесь на компанию. Я знаю, я смотрел в твоих сторис, и у меня просто сердце обливалось. Оооо! Напиши мне в личке, мы можем пообсудить, мне монтажер обеспечить. А мы сотрудникам за их прекрасную жизнь, жизнеобеспечение нашей компании дарим такие зарплаты, при которых они айфон не ценят даже, в принципе, как плевок в душу. Так тем более, подари по айфону, если для них это вообще плевок в душу. Я думаю, что лучше подарить человеку 5000 долларов, а он сам решит на айфон их потратить. Ты вообще нашел здесь вторую половину, что ты пи***ь там? Вот ты говоришь, я здесь нашел свою любовь, а ты помнишь, какой вопрос задала Инна мне, когда я сделал ей предложение? Вот самый первый ее вопрос. Какой? Айфон? Инна тебе ответила да, только потому что ты на этой передаче работаешь. Нет, нет, нет. А что она спросила? Нет, она сказала. Вова, а где б***ь айфон? А ты купил я айфон? За какие же шеи? Прикинь, прикинь! Ну ты уже не делаешь. Он говорит, ты выдержав, продажу, и ты выйдешь за меня замуж, да? Она такая, да б***ь, а где айфон? А я думал, да ответ! Три! Случи пес, я тебя сейчас умножу на ноль. Я подарю твоей жене айфон. О-о-о-о-о-о! Для этого выберу 2 с 8 пи***и. Можно купить один восьмой, один седьмой. Мне тут только что в рубке робот сказал, Вова, выходи за меня завтра. Мне какой-то бедный, если вырежут. Примем открытого. Я в натуре подарю инуюся айфон. Я ее очень люблю. На Новый год? Нет, в Египте. Какое айфон? Поехали. 13-й. В Египте седьмые. Я своим малым не дарю айфоны ниже 13-го. Нет, это будет айфон на арабском, но ты разберешься. Крупнейшая розничная сетка хорватки начала принимать криптовалютку до оплатки. Цифровые активки доступны до вжучки в интернет-магазинке «Конзум». Помимо биткошки и этрумки, клиенты могут прибывать в товарки за семью альткоинов. За семью альткоинов? Я цифры плохо по хорватии знаю. Семь альткоинов, что непонятно. За семью альткоинов? За семью, стакан. И бабка еще, ты ждешь, бабка сверху еще должна насыпать. С другого кармана. А это бонусные. Но поднял. Это аирдроп. Но когда вы с оборотом достигнет 20 раз. 20 раз, обернетесь. И бабушка стоит, сколько иксов сделал за месяц. Даблтоп. За *** иксы и делай. О ***, эти деньги не надо уже. Короче, самая крупная розничная сеть в Карватии принимает криптовалюту к оплате. Помимо биткоина и эфириума клиента может быть сровали совсем. Були или Заватский? Что ты переводишь? Все понятно было, мне кажется. Завали е**ку. Очевидно. Вот Севишка. А какая цифра была? Что? Семь. Вышел на совсем. Король! Глеб! Глеб! Глеб, папа вернулся! Папа дома! Первая база! Первая база пройдет. У меня есть комментарий отлично? Очень интересно. Когда такая история происходит, любая там, какая-то страна, белок, какую-то платежку, кто-то принимает. Я всегда говорю так. Продолжается интегрирование. Зашел в ресторан, отбей потерянное. Я говорю, что, ребята, купил что-то за крипту, сразу открываем позу на фьючах. Нет, ну что, типа, происходит? Вот эта интеграция в жизни, тот самый adoption, которого мы ждем с 17-го года. Что постоянно кто-то там по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И, ну, и, короче, и в итоге это все пройдет во все ниши. Но надо вникать в суть. И вот то, что говорит, Вова, читать, что-то написано. В итоге, когда мы читаем информацию о том, какой по итогу объем криптовалютных сделок, и там просто часто ноль. Вот просто ноль. Они сделали, принимают, продают ванны за крипту, но никто ванну за крипту не покупает. Дебил или что? У меня есть хороший психотерапевт. Больше купаются там в бабках. Вы же в биткоинах не покупаетесь в ваших. И про там первые выпуски, посмотрите на наши, там была такая же. И заглушка ванны. А я считаю, что биткоин-евангелисты, инфлюенсеры, ну и тут это все скам-братья, считают, что нужно как бы все в крипте, как бы, да, там, держать крипту и так далее. И тут же, типа, с другой стороны, как бы, да, там, бизнес, да, там, вот такой хорватский, нам говорит, типа, ну, нет, отдавайте нам крипту, как бы, за вот, там, какие-то товары. Вот, а с одной стороны. С другой стороны, как бы, я уже достаточно давно живу, как бы, в мире, где, как бы, да, там, у меня все финансовые активы, они так или иначе в крипте, да, там, стейблкоин и биткоин, там, и так далее. И, как бы, когда мне что-то нужно, я его, это, значит, вывожу, как бы, да, там, в фиатную валюту той страны или, там, той локации, которую принимают, и, соответственно, провожу взаиморасчет. Это даже не то, чтобы, там, супер масс-адопшен, потому что масс-адопшеном является, мне кажется, точка входа в рынок. Вот решения, которые нацелены на упрощение точки входа в рынок, вот это есть масс-адопшен. То есть, например, то, что мы мутим совместно с банком, да. Вайтбит биржа, скорее всего, правильно? Ты про нее уже, да? Ну, да. Не, мы с Глебом конкретно вдвоем. Я просто... У нас отдельно, смотри, у нас отдельно бизнес, отдельно интересы семьи. А, понял. Семья — это про биржу. То, что мы в рамках биржи делаем совместно, да, там, с банком, да, там, это как раз снижение точки входа в рынок. Потому что вот именно войти в рынок сложно. Когда ты уже в рынок зашел, когда у тебя уже есть крипта, когда ты завел деньги, когда ты уже провел какую-то операцию, купил и так далее, выйти из крипты тебе уже понятно как. Ты можешь пошуровать как угодно. Вывести там на этой бирже, вывести через, там, P2P, вывести там через какой-нибудь Best, там, и так далее, обменки. Ну, короче, вариантов миллиард. Но ты уже в рынке, ты уже понимаешь, как выйти. И, соответственно, тебе не составит труда, как бы, да, там, ты, там, собираешься покупать ванну, ты, там, скинул эфирчик, быстренько вывел себе, там, на карту или в наличку, пошел-пошел в кассе, получил и купил себе этот товар. Для тебя это не проблема. Вот. А вот проблема именно войти в рынок. То есть, соответственно, в рамках масс-адопшн... Нужен упрощенный вход. Ты как-то уйдешь, биткоин-мат. Решение, решение о принятии крипты в торговых точках — это не совсем масс-адопшн. Да, да. То есть, ты, соответственно, озвучил, что, типа, вот, масс-адопшн, которая... Ну, это часть масс-адопшн. Да, но это не... Ну, слушай, ты, когда крипту получил, ты, вот, типа, точка входа простая, да, или, там, сложная, ты занес 100 деньги, у тебя криптоактив растет, ты, понимаешь, уже, как бы, лишка. И ты в этот момент думаешь, я, может, куплю себе часики или куплю себе машину, или что-то за крипту... Зафиксируешь профит. Да, ну, часть... И было бы прикольно, если бы это сразу делалось за крипту. Очень удобно, когда ты можешь там оплатить какую-то посылку, там, ну, либо же, вот, ювелирные украшения. Например, просто за крипту оплатил юз-дт, и все. Но, давай же это продолжение этой темы. Надо понимать, что все вот эти платежки, они, на самом деле, не бустят сам рост крипты. Они, конечно, приближают немножко адопшн, но сам рост не происходит. Почему? Потому что, если мы оплачиваем криптой, эфиром, например, вот эту квартиру, машину или что-то, то, с той стороны, тот это все принимает, он обязан выводить это сразу, моментально, в юз-дт и уже моментально в кэш, чтобы потом свою амортизацию бить. А никто не будет сидеть на этом фоне в битках. Это не работает, объясню тебе, почему. Потому что, когда присоединяются к рынку игроки, которые не были, которые не находились в криптовалютном рынке, да, то есть, как бы, да, там, какие-нибудь сети, магазины, там, и так далее, у них есть сформированная комьюнити. Это комьюнити не криптовая. Это, как бы, в основной своей массе, как бы, да, там, чуваки фиатные. И, соответственно, когда какая-то сеть говорит о том, что, там, у них, там, есть, там, какой-то оборот, да, там, торговый, у них, соответственно, есть, там, своя аудитория, которые, там, все любят, там, их бренд. Например, они, там, постоянно ходят, там, каждое воскресенье покупают, там, унитаз. Например. Такой уход. Какая струщая семья. Ну, просто обычная струщая семья, да. Кирпичами. Да, и вот, соответственно, как бы, они, 95% из этих людей не криптовые. Соответственно, когда они заявляют аудитории своей не криптовой о том, что они готовы принимать крипту, их аудитории абсолютно насрать. Да. Что они собрались, там, принимать крипту. Потому что, собственно, унитазы. Если бы они сказали, чуваки, мы готовы в своих магазинах превратить вашу наличку в крипту, на нашу бонусную карту, там, и так далее, и, соответственно, списывать эти унитазы в крипте, тогда да. Кэшбэк крипте. Кэшбэк крипте, да. То есть, соответственно, упростить точку входа. А так, получается, им нужно объяснить, типа, мы делаем продажу в крипте. Их комьюнити такое, а что такое крипта? Да. Ну, крипта, это вот это, там, короче, вначале был биткоин, потом появился Виталик Бутырин, вообще все пришло по пи***ю. Ну, ты вообще не про то, что ответил на то, что я. Ты реально подменяешь понятие. Тобой пох, поговорить. Целым да. Это была хорватская приготка и новинки. И наш бинансовый от Лизончик. Так. Я смог выбить своей жене айфон. А что теперь ей для тебя нужно сделать, чтобы заработать на айфон для меня? Был такой фильм американский, там, где мужу что-то нам сильно нужны были деньги и, типа, какой-то че... Я очень сильно переживаю, что твоей жене может так сильно понравиться, что она денег с меня не возьмет. Деньги не нужны, мы про айфон говорим. Нету денег, нет айфона, ты шо, гонишь? Нету ручек, нет конфетки. Как говорил Эдди Мерфи, нет денег, нет пи***енки. Сальвадор, вообще как президент Сальвадора, докупил 150 биткоинов во время резкого стяжения крипторынка. Средняя цена покупки криптовалюты составила 48 тысяч долларов. Теперь в общей сложности государство владеет 1270 битисей. Так государство или президент, он себе купил, что ли? Ну, вот, это вся ирония, на самом деле я тут тема... Он распорядитель финансов государства. То есть он такой, типа... Чтоб вы понимали всю дичь, нет, ты сейчас поймешь... Много бы 150 купить. Насколько это все углубленное? Я все эти твиттер-дреды читаю. Конечно, хи***о. Но, тем не менее, читаю... Эль Сальвадор, до президента. Как-то... Науб... Науб, на свай... Ну, короче, у него такая интересная фамилия. Себулес. Вот видишь, смотри, каждый из нас читает, но кто-то видит книги фигу. На свай? На ней Букеле его зовут, я тоже читаю. Да, подожди, дай я расскажу. Видишь разницу в том, как мы читаем? Короче, это настолько интересно. У него спрашивают, как ты покупаешь биткоины, ну, в государство. И он, говорит, ночью с телефона просто. Он просто... Президент Сальвадора. Президент Сальвадора ночью биткоин упал, он слипнул, бам, стакан упал. Я не удивлюсь, если он бюджет поставил на красное просто. Казино, б***ь. У нас пенсионеров банки. Президент Сальвадора, президент Сальвадора проходит QYC на Coinbase. Там, соответственно, заполняется IML-форма. А вы заработали, отвечает я. Нет, там первый вопрос, типа, какой планируете оборот по счетам? Он такой, ну, если ночью торговать. 1500-1700 биткоинов в месяц. Это вне работы, вне работы. Да. Источник происхождения средств. Ну, б***ь. Это просто бюджет Сальвадора. Чутьная палата подпишется под каждое мое слово, потому что я Владыка. Нет, на самом деле, это, конечно, будущее наступило. Хочу гипарда гладить. 2021 год. Президент страны ночью с телефона покупает биткин для страны. То есть, а ты думаешь, если... Нет, кокаин он продает. Подожди, подожди. Да, у него пара типа биткоин-кокаин. Нет. Я просто думаю, если б Янек был президентом до сих пор, это мы б не ржали. Если бы Саша был президентом Сальвадора, он такой... Граждане, а теперь мы должны принять важное волевое решение для нашего государства. Мы переходим в альты. Берем ли мы на 30% кусаму в обеспечение нашего будущего и будущего наших детей? Я вам гарантирую, я вижу паттерны. Здесь выпадающий флагшток, дабл-ботом и хвост дракона. А тем более сейчас полнолуние, и я позавчера лежал на гвоздях. Я хотел бы сказать, что альты – это очень рисковая штука. И человек просто в президентском дворце. Ну, кто не рискует, тот шампанского и не пью. Собственно, у тебя плохо получается. Собрание G2. Надо поработать. G2. Это их группа в Viber. Так, давай. Ватсап добавит функцию мгновенных переводов в криптовалюте. Класс. Вот это вас адопшн. Мессенджер запустил пилотный проект, дающий возможность ограниченному кругу людей, неограниченных людей в США, отправлять и получать средства через криптовалюту прямо внутри приложения. А ватсап – это дедовское. Вы пользуетесь? Нет. Это типа там, где одноклассники, да? Нет, ты с Viber перепутал. Послушай, ты до сих пор музыку в ВКонтакте слушаешь, плейлист свой не удаляешь, а тут наехал на ватсап. Подожди, нет, давайте серьезно. То есть ватсап, телеграм, они прям создают возможность перевода в крипте. Ну, это прикольно, на самом деле. Тая новость, новостью, но пусть реализуют. Мне кажется, наш гость не так инфлюенсит Binance, как вейтбей, ты про тикток вспомнил, и мерч надел. Дима, ма, батька. Да не, ну, хороший-хороший, что ты скажешь. Да, беда. Аплодисменты с той части зала должны быть сейчас. Им похуй, все. Им похуй. Они расстроились, они Binance любят. Binance закроет свою криптобиржу. Серьезно? Подожди, это новость. Бинанс запурил, ладно. Binance закроет свою криптобиржу из-за появления Александра Гнатенко. Нашел Гагарин Шоу. Не, не, Binance просто такой же постоянный, как и торговцы альткоинов просто. Неделю назад Binance идет получать лицензию в Сингапуре. Прошла неделя. Binance отзывает на лицензию на получение лицензии. Не, правда. Не, ну не получилось. Площадка прекрати деятельность. Не получилось, не срослось. Да, ну оно ж такое было. У тебя все получается. То есть, подожди. Наши как учатся, понимаете? У меня пока что все получается. Вот не люблю таких людей. Да, я тоже. Ну, типа, если у тебя нету неуспешных кейсов, то ты вот... Это сын маминой подруги. Да, сын маминой подруги. Смотри. Я очень надеюсь, что ты будешь моим первым неуспешным кейсом. На день влюбленных Binance закроет свою площадку. Почему? Я же в Сингапуре. Ну, там... Чтоб нельзя было купить любовь. Их ты с дома. И продать любовь невозможно. Пара любовь-воздух. Основная ликвидная пара у Гната. Костя Дзю ставит собственную. Ну, конечно, все представили NFT просто. Да. Все. Все, кто с косичкой. Все, кто с косичкой. Костя Дзю. Все, кто с косичкой. Все, кто с косичкой. Поучаствуют в розыгрыше, призами которого будут персональные тренировки. Похуй, сиди пи***ки. Автографы, личные встречи и возможность посещения спортивного мероприятия. Друзья, кстати, к слову, раз Костенька выпустил свой NFT, и хочется, конечно же, немножечко зарелизить многомесячный труд команды Гагарин Шоу, которая тоже выпустила целую коллекцию. И мое будет NFT? Целую коллекцию. Ну, тебе, конечно, нальем, как всегда. Выпустила целую коллекцию NFT. Это тематическая, интересная коллекция. Найти можете на сайте america-heroes.com. Интересно будет, да, получить фидбэк на тему того, как это упаковано. Одним из ключевых создателей является Любочка наша прекрасная. Да, поэтому... Давайте поддержим. Зайдите, зайдите, зацените. Мне кажется, это прикольная штучка. Это такой NFT, посвященный настоящим американским героям, типа в пику Marvel и в пику всех современных вот этих трендов и гонок, твиттеров и метавселенных. Не забывать все-таки что-то настоящее. Конечно же, ориентировано на американский рынок, потому что у вас альт-трейдеры, к сожалению, только на похавать. Ну что, двигаемся дальше. 62 героя, да, американских? Или сколько? 62 героя. Короче, ребят, смотрите, я пообщался за кулисами, там, может быть, будет зашита какая-то value-ценность и ретро-дроп. Так что смотрите за тем, чтобы брать эти штуки. Ну, кстати, звучит неплохо. А я-то, поверь, в эту собаку съел, не только альткоин. Криптобиржа, битмарт. Мне не нравится, что мы ни разу не обсудили мету. Ну, не конкретно, а вообще метавселенные в крипте. И вот что будет? У деда и новой ***, ты что? Землю по соседству со Snoop Dog'ом продали за 458 тысяч долларов. Тебе, как человеку, который заявил на интервью Анистратор, что метавселенную придумал Сукерберг, как бы вообще лучше не заикаться на этот счет, знаешь? Да, да, да. Чуть-чуть, как бы... Матайуэй. Знаешь, как бы... Не, у меня на самом деле понимание этого все намного глубже, чем у тебя. У меня ***, я вообще новость читаю. Землю по соседству со Snoop Dog'ом продали за 458 тысяч долларов в токенах Сэн. Там низкое слово. Метавселенная The Sandbox выставила на продажу 122 обычных из 67 элитных виртуальных земельных участок по соседству с рэпером. Стоимость всех участков оценивается в более чем 2,16 миллиона долларов. Это на самом деле лютый кайф, коммуницировать с SEO-проекта, листить эту монету у себя на бирже и парить эти монеты таким ребятам, как Саша. Да, да, да. На самом деле давайте вот обсудим... Я могу 600 купить, Вов. Ну я так просто, чисто, чисто интересуюсь. Надо разговаривать с губернатором. Житомирщины. Сэнщины. Губернатор Сэнщины считаем. Не, Житомирщины, потому что предварительно Snoopy купил на Житомирщине себе объект. Слушай, у нас какая-то недавно была фишка, нам ребята какие-то тоже подарили землю для строительства в метавселенной офиса WhiteBit. Да. В какой метавселенной? Это какой проект? В Флоке? Кто это? В Флоке это до Гикоина. Нет, 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 ты послужил сделать в Флоке, а я на свой проект. В Флоке. Не помнишь кто? Короче, вообще про эту тему мы не будем ее развивать. Да, давай, давай. Очень интересно. Билл Гейс вообще заявляет, что к 2024 году Zoom и Skype умрут, что мы будем заходить в метавселенную и быть, типа, персонажами, сидеть, смотреть презентацию о том, как улучшить компанию WhiteBit, не вот здесь, а именно в метавселенной. И, соответственно, эта метавселенная внутри будет так сильно развиваться. Ну, по какой причине? Очевидно, думаю, что все в курсе различных MMORP, то есть там World of Warcraft, вот этот длинный, что все это было, когда в этой вселенной, да, вот ты живешь, по сути дела, лучше, чем обычный. Те хочется там больше-больше погружаться. И есть ли вариант того, что действительно все так сильно нас поработит? Очевидно, сейчас развитие технологии настолько быстрое, оно, в самом деле, изменяется всегда скоростью интернета. То есть чем быстрее интернет по всему миру, тем быстрее это все разгоняется. Я вот не согласен с тобой, то, что мы тут, типа, мы общаемся о высоком, а рядом люди вот так вот палки крутят и ничего не понимают. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? Какая отсылка? Или вообще? Отсылка? Я могу тебя сейчас быстренько разговаривать про метавселенную. Давай, давай, расскажи. С точки зрения разработки. Давай, расскажи мне, пожалуйста. Ну ты знаешь, на каких протоколах базируется разработка базовых метавселенных, которые сейчас используются, в том числе, в Facebook? Ну, нет. Хорошо. Может быть, ты не разбираешься с точки зрения разработки, потому что ты не разработчик. Ты знаешь, когда вообще впервые появился термин «метавселенная»? Ты, полу-альткаинист. Полу... В 68-м году. Кстати, реально... Термин «метавселенная» — пупсик — появился в 1992-м году в лавине... Лавиномол? Да. Ладно. Нет ума, считай, коллега. Следующая новость. Мемный токен флокер стал партёром... А, блин, ну ты бы ответил хоть что-то. Подожди, какой мемный токен? Все, нет. Саша. Вы можете узнать в выпусках «Крипта не для чайника». Ура! Теперь ты понимаешь, почему так? Либо на канале Дабл Топ. Ну, это вырежет, понятно. Да, можете. На канале Дабл Топ вы можете узнать, как купить так, чтобы сделать быстро иксы, но и не потерять, в том числе соблюсти риск-менеджмент. А технически про метавселенную ты же не расскажешь. Дабл Тор. Не расскажешь, потому что не знаешь. Ну, ничего, выучу, это не проблема. Вот, вот поэтому ты мне нравишься. Вот поэтому ты мне нравишься. Ты жеребец. Жеребец сразу заводится. Не знаю, но выучу. Тружковский бы сказал, смотри, самое главное не это. Самое главное — два раза в год приезжать и забирать кэш. Мемный токен Флоки стал партнером футбольного клуба «Спартак Москва». Логотип криптовалюты будет нанесен на игровые футболки. Красота. Он также будет отображаться на LED-панелях вдоль поля. Ну, все в Дубае, в аэропорту он, если что, тоже висит этот флоки. Да, прикинь. На самом деле, чем больше я читаю таких новостей, тем больше я понимаю, что 69 — это, скорее всего, был пик текущего забега. Даже вот такой, типа, флоки, есть бабки для того, чтобы разместиться на стадионе. И они продаются, вот что еще. Да, и в аэропорту в Дубае, но там нету бизнеса. Просто мем. То есть, это просто мем, просто какая-то монетка, просто она там, да, торгуется там на определенном количестве площадок. И настолько, видимо, активно покупают этот ничем не обеспеченный проект, что у них есть понимание мат-модели, в рамках которой, как бы, даже полторы коллеги, пришедшие с борда в дубайском аэропорту, обеспечат им какой-то вылид. На самом деле, у меня вот такая немножко теория заговора, потому что я очень тоже долго думал, ну как это реально? Ну это уже до абсурда доходят эти флоки, шри-бай-ину и так далее. У меня с СССР... А криптоком? Ну, значит, криптоком — это... Не стейпл-центр переименовать, это охренеть. Нет, это 700 миллионов долларов, но у них бабки есть, это... Короче, ладно, давайте я сейчас где-нибудь... Короче, в общем, история... Не, у Uber тоже есть бабки. Ты же понимаешь, это опять же утопичность текущей экономической модели, когда ФОП в виде ФРС печатает бабки, занимает их США в том числе, и потом на эти бабки раздуваются экономические пузыри. Ну то есть какого-то четвертую неделю подряд Apple бьет all-time high? Они что, сделали какой-то новый экран? Новый iPhone? Я об этом не слышал? Да, да, да. СМП 500 почему раз бьет? У них из всех разработок, которые лежат в инженерном отделе на столе, это новый зрачок четвертый, понимаете? Да, да, да. И уменьшенная на... И уменьшенная на 2 микрона... Вот это бродо, да, желко. Испуганное очко такое. Ну то есть, с какого... Компания, которая уже 5 лет не придумывает ничего нового, пробивает all-time high раз за разом? Деньги теряют ценность, но, очевидно... Деньги потеряли ценность 100%, да, да. А вот они. Вот, видишь, они уже никого не нужны. Приходите на Ха-Харин-Шоу, они тут лежат на полу просто. Настолько шоу всего. Я думаю, понимаешь, вот эти флоки, это какая-то группа миллиардеров, которые имеют отношение криптику, они уже настолько с жиру бесятся, у них этих денег вот действительно вот так вот, они такие... Прикол, давай сделаем. Давай сделаем прикол. Зачем какой-то шиток, распампим его, да, такую пи***ю. И потом говорит, смотри, что я сделал. В Дубае, в аэропорту. Один такой говорит, я яхту купил. Да, что мне твоя яхта, посмотри, ты можешь так ленивать? У меня с*** бегает вниз. Это же собаки. Купил в смартах. Ну это же вообще бред, ну абсолютно. Прикинь, они реально, это они еще, видимо, об этом не знают. И он просто тренер заходит, такой, когда после партнера... Мы собаки. Не, 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 не. Мы больше не терпи. Не-не-не, он такой заходил просто, так, севый. Псы, 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 псы. И всё время в сториз снимают, отправляют туда. Хопа, ваш счет пополнил на 125 тысяч. есть еще две новости не 1 2 1 у меня крипто биржа битмарт потерял что новость была нормальная нормальность и прошел к про крайне про сатоши давай про края короче если кто не знает как край играет он типа делать вид что он сатоши накамутош вот мой кошелек двигать я ничего не буду в общем суд обязал не хочет отправлять сатоши тест потому что его задолбали покупатели из дубаи на 3500 биткоинов этим вечером да да и короче он же он не обращались он сам себя провозгласил я сатоши накамуто думаю нормальные люди суд говорит обязал бы сама провозглашенного сатоши накамуто выплатить 100 миллион долларов края райта который называется создателем 1 криптовалюты и требует от разработчика биткой корр вернуть ему доступ к ранним биткойн адресам который потерял прикинь это где-то где-то в минске верните верните мне майдос это мое это я сатоши накамуто и ответчики и ответчики и разработчики такие сяды говорят две секундочки просто мы не можем вернуть доступ к утерянным кошелькам просто не а судья говорит так суде мне здесь эти разговоры я сказала вернусь к рейху все хорошо тут виноват получается ему не дали его сколько там выходит 500 миллионов садится соседи кабинет сделаем 1 триллион вернем это в лоху все в собаках флоки в аэропорту в дубае новое увлеченных собак я тут в котиках но то есть и не веришь что крэй играет это создатель биткойна что да и есть сомнения и в общем теперь он должен получить 100 миллиардов должен выплатить 100 миллионов 2019 году когда началась активная фаза заварушки с крэйгом райтом он на одном из форумов может стать и в том числе на bitcoin толк а вышел он написал там что типа ребята готовьтесь скоро наступит возмездие и все биткоины пойдут в продажу и вы узнаете что истинный истинный биткоин байса бсв и и вся группа надо побежала бсв покупать потому что он из твиттера собирают аналитику побежали пока никто не просит он дал их четыре чего-то дал дал ну уж а царя да да подождите надо на репутации перед тем как кончить выпуск рэй пирос вопрос для вовочки остапчука каждые команды гагарин вовочка ты летишь с нами на корпорат египет нет почек а есть место а ты летишь с нами на корпорат египет сука такая не лечу то что не лечу а как сказать не лечу одним словом нет ну чего шестнадцатого по двадцатого рядом работа каждого возьмем нового биткоина мы блокчейн в отбитом басаду все любые слова по словам полетит твой сашку возьмем для дешево сашку не говори саня ли саня познакомил команда изнутри саня я с друзьями полечу а я не сам у у меня семья большая нет не лечу вовчик арбайты все саня уберем туда саня полетишь с нами не это надо будет в футболке реально ходить смотри пару движений старый друг запомни вот это раз картошку саня я не веритягивание визу виртуального каната это будет происходить в футболке binance сертификат есть вакцинации его отбил на льдах конечно все сачки забыть я приглашаю ребята если вы хотите чтобы этот контент развивался просто подпишитесь и все один палец один единственный второй на лайк поставить все больше ничего не надо и если будет сколько там надо лайка вас подпи давай сестры будет 100000 подписчиков после моих просмотров так то я еще раз приду 100 тысяч подписчиков после моих просмотров ну после пожаром видео выйдет нормально написал по моему 250 у меня было 420 люди отписали рассказывай 200 и за 400 до у него было на видео из амстердама 7 лайков я сегодня поставил 8 сегодня был гость в гостях нашей программы это единственное трушное шоу на youtube без рекламы и всякой поэтому подписывайтесь ставьте лайки колокольчик пишите гневные комментарии и смотрите нас на крысу пока крик дуэ крип дуэ крип дуэ отсюда крик дуэ отсюда крик дуэ отсюда и смотри как горит шоу